Эдуард Успенский Дядя Фёдор Пёс и кот Читает Павел Беседин Часть первая Приезд Простоквашина Глава первая Дядя Фёдор У одних родителей мальчик был Звали его Дядя Фёдор Потому что он был очень серьёзный и самостоятельный Он в четыре года читать научился А в шесть уже сам себе суп варил В общем, он был очень хороший мальчик И родители были хорошие Папа и мама И всё было бы хорошо Только мама Его зверей не любила Особенно всяких кошек А дядя Фёдор зверей любил И у него с мамой всегда были разные споры А однажды было так Идёт себе дядя Фёдор по лестнице И бутерброд ест Видит На окне кот сидит Большой-пребольшой Полосатый Кот говорит дяде Фёдору Неправильно ты, дядя Фёдор Бутерброд ешь Ты его колбасой кверху держишь А его надо колбасой на язык класть Тогда вкуснее получится Дядя Фёдор попробовал Так и вправду вкуснее Он кота угостил И спрашивает А откуда ты знаешь Что меня дядей Фёдором звать Кот отвечает Я в нашем доме Всех знаю Я на чердаке живу И мне всё видно Кто хороший И кто плохой Только сейчас мой чердак ремонтируют И мне жить негде А потом и вовсе могут дверь запереть А кто тебя разговаривать научил Спрашивает дядя Фёдор Да так Говорит кот Где слово запомнишь Где два А потом я у профессора одного жил Который язык зверей изучал Вот и выучился Сейчас без языка нельзя Пропадёшь сразу Или из тебя шапку сделают Или воротник Или просто коврик для ног Дядя Фёдор говорит Пошли ко мне жить Кот сомневается Мама твоя Меня выгонит Ничего не выгонит Может папа заступится И пошли они к дяде Фёдору Кот поел Кот поел И весь день под диваном спал Как барин А вечером папа с мамой пришли Мама как вошла Сразу и сказала Что-то у нас с кошачьим духом пахнет Не иначе как дядя Фёдор Кота притащил А папа сказал Ну и что Подумаешь кот Один кот Нам не помешает Мама говорит Тебе не помешает А мне помешает Чем он тебе помешает Тем Отвечает мама Ну Ты вот сам подумай Какая от этого кота Польза Папа говорит Почему Обязательно польза Вот какая польза От этой картины на стене От этой картины на стене Говорит мама Очень большая польза Она Дырку на обоях Загораживает Ну и что Не соглашается папа И от кота будет польза Мы его На собаку выучим Будет у нас Сторожевой кот Будет дом охранять Не лает Не кусает А в дом не пускает Мама даже рассердилась Вечно ты со своими фантазиями Ты мне сына испортил Ну вот что Если тебе этот кот Так нравится Выбирай Или он Или я Папа сначала на маму посмотрел Потом на кота Потом опять на маму И опять на кота Я Говорит Тебя выбираю Я с тобой уже давно знаком А этого кота В первый раз вижу А ты Дядя Федор Кого выбираешь? Спрашивает мама Я Никого Отвечает мальчик Только если вы кота Прогоните Я тоже от вас уйду Дядя Федор Кота из дома уйдет Работа уйдет Дядя Федор Не пропаду Я все умею Я все умею делать И буду вам писать А в школу мне еще не скоро Только на будущий год До свидания Ваш сын Дядя Федор Он положил это письмо В свой собственный почтовый ящик Взял рюкзак И кота в сумке И пошел на автобусную остановку Глава вторая Деревня Дядя Федор Сел в автобус И поехал Ехать было хорошо Автобусы в это время За город совсем пустые идут И никто им не мешал разговаривать Дядя Федор Спрашивал А кот из сумки отвечал Дядя Федор спрашивает Как тебя зовут? Кот говорит И не знаю как И барсиком меня звали И пышком И оболтусом И даже кискисычем я был Только Мне все это не нравится Я хочу фамилию иметь Какую? Какую-нибудь серьезную Морскую фамилию Я же из морских котов Из корабельных У меня и бабушка И дедушка На кораблях плавали С матросами И меня тоже в море тянет Очень я по океанам тоскую Только я воды боюсь А давай мы дадим тебе Фамилию Матроскин Говорит дядя Федор И с котами связано И что-то морское Есть в этой фамилии Да Морское здесь есть Согласился кот Это верно А чем же это С котами связано Не знаю Говорит дядя Федор Может быть тем Что коты полосатые И матросы тоже У них тельняшки такие И кот согласился Мне нравится Такая фамилия Матроскин И морская И серьезная Он так обрадовался Что у него теперь Фамилия есть Что даже Заулыбался От радости Он поглубже В сумку залез И стал Свою фамилию Примерять Позовите пожалуйста Кота Матроскина К телефону Кот Матроскин Подойти к телефону Не может Он очень занят Он на печи Лежит И чем больше Он примерял Тем больше Ему нравилось Он из сумки Высунулся И говорит Очень мне нравится Фамилия у меня Недразнительная Не то что Например Иванов Или там Петров Дядя Федор Спрашивает Чем это Они дразнительные А тем Что всегда Можно говорить Иванов Бештанов Петров Бездров А про Матроскина Ничего такого Не скажешь Тут автобус Остановился Они в деревню Приехали Деревня Красивая Кругом лес Поля И речка Недалеко Ветер дует Такой теплый И комаров Нет И народу В деревне Очень мало Живет Дядя Федор Увидел Одного старика И спрашивает Нет ли у вас Тут домика Личнего Пустого Чтобы там Жить можно было Старик Говорит Да сколько Хочешь У нас за рекой Новый дом Построили Пятиэтажный Как в городе Так полдеревни Туда переехала А свои дома Оставили И огороды И даже кур Кое-где Выбирай себе Любой И живи И пошли Они выбирать А тут К ним Пес Подбегает Лохматый Такой Зверошенный Весь В репейниках Возьмите Меня к себе Жить Говорит Я буду Вам дом Охранять Кот Не согласен Нечего Нечего у нас Охранять У нас И дома Нет Ты к нам Через год Прибегай Когда мы Разбогатеем Тогда мы Тебя возьмем Дядя Федор Говорит Ты Кот Помолчи Хорошая собака Еще никому Не мешала Давай мы Лучше узнаем Где он Разговаривать Научился Я дачу Охранял Одного профессора Отвечает Пес Который Язык Зверей изучал Вот и Выучился Это Наверное Мой профессор Кричит Кот Семин Иван Трофимович У него Еще была Жена Двое детей И бабушка С веником И он Все Словарь Составлял Русско-кошачий Русско-кошачий Не знаю А охотничий Собачий Составлял И корова Пастухачий Тоже А бабушка Теперь уже Не с веником Ей пылесос Купили Все равно Это мой профессор Говорит Кот А где же Он сейчас Спрашивает Мальчик Он в Африку Уехал В командировку Язык слонов Изучать А я с бабушкой Остался Только мы с ней Характерами Не сошлись Я люблю Когда у человека Характер веселый Колбасно-угощательный А у нее наоборот Тяжелый характер Веника Выгонятельный Это точно Поддержал кот И характер Тяжелый И веник Сразу Сразу видно Что он Воспитанный Из хорошей Семьи Пес Только запущенный Но кот Все равно Недоволен Он у шарика Спрашивает Что ты делать Умеешь Просто дом Сторожить И замок Тоже Я могу Картошку Окучивать Задними Лапами И посуду Мыть Языком Облизывать И места Мне не надо Я могу На улице Спать Очень он Боялся Что его Не возьмут А дядя Федор Сказал Сейчас Будем Дом Выбирать Пусть каждый По деревне Пройдет И посмотрит А потом Мы решим Чей дом Лучше И стали Они смотреть Каждый Ходил Выбирал Что ему Больше Нравится А потом Они снова Встретились Кот Говорит Я такой Дом Нашел Весь Проконопаченный И печка Там теплая На полкухни Пошли туда Жить Шарик Как засмеется Что твоя Печка Чепуха Разве Это в доме Главное Вот я Дом Нашел Это Дом Там Такая Будка Собачья Загляденье Никакого Дома Не надо Все Где мы в будке Поместимся Дядя Федор Говорит Не о том Вы оба Думаете Надо Чтобы В доме Телевизор Был Обязательно И окна Большие Я Я Как раз И нашел Такой Дом Крыша Красная И сад С огородом Есть Пошли Его Смотреть И пошли Они Смотреть Как только Подошли Шарик Кричит Это Мой Мой Дом Я Я Про Эту Будку Говорил И Печка Моя Говорит Кот Я О Такой Печке Всю Свою Жизнь Мечтал Когда Холодно Было Вот И Хорошо Сказал Дядя Федор Мы Наверное И В самом Деле Лучший Дом Выбрали Осмотрели Они Дом И Обрадовались Все В доме Было И Печка И Кровати И Занавесочки На Окнах И Радио И Телевизор В углу Правда Старенький И Котелки Разные На Кухне Были Чугунные И В Огороде Все Было Посажено И Картошка И Капуста Только Все Запущено Было Не Прополото А В Сарае Удочка Была Дядя Федор Взял Удочку И Пошел Рыбу Ловить А Кот Шариком Печку Истопили И Воды Принесли Потом Они Поели Радио Послушали И Спать Легли Очень Им В этом Доме Понравилось Глава Третья Новые Заботы На другое Утро Дядя Федор Пес И Кот Дом В порядок Приводили Паутину Сметали Мусор Выносили Печку Чистили Особенно Кот Старался Он Чистоту Любил Он Стряпкой На все Шкафы Под Все Диваны Залезал Дом И так Был Не очень Грязненький А тут Совсем Заблестел А от Шарика Пользы Мало Было Он Только Носился Лаял От Радости И Чихал Во все Углы Дядя Федор Не Выдержал И Послал Его В Огород Картошку Окучивать И Пес Так Заработал Что Только Земля Летала Во все Стороны Весь День Они Так Трудились И Морковь Пропололи И Капусту Ведь Они Сюда Жить Приехали А не В игрушки Играть А потом Они Мыться На речку Отправились И Главное Шарика Купать Уж Больно Ты У нас Запущенный Говорит Дядя Федор Придется Тебе Отмыться Как Следует Я Б Рад Отвечает Пес Только Мне Помощь Нужна Я Один Не Могу У Меня Мыло Из Зубов Выскакивает А Без Мыло Что За Мытье Так Намокание Он В воду Залезал А Дядя Федор Его Намыливал И Шерсть Расчесывал А Кот По берегу Ходил И Все Грустил О разных Океанах Он же Был Морской Кот Просто Он Воды Боялся Потом Они Домой Пошли По тропинке Под солнышком А Навстречу Им Какой-то Дядя Бежит Румяный Такой Шапки Лет Пятидесяти С хвостиком Это Не дядя С хвостиком А возраст У него С хвостиком Значит Ему Пятьдесят Лет И еще Чуть Чуть Остановился Дядя И Спрашивает А ты Мальчик Чей Ты Откуда К нам В деревню Попался Дядя Федор Отвечает Я Ничей Я Сам По себе Мальчик Свой Собственный Я Из города Приехал Гражданин Шапки Удивился Ужасно И Говорит Так Не бывает Чтобы дети Сами По себе Были Свои Собственные Дети Обязательно Чи Нибудь Это Почему Не бывает Рассердился Матроскин Я Например Кот Сам По себе Кот Свой Собственный И я Свой Собственный Говорит Шарик Дядя Совсем Растерялся Видит Тут И Собаки Разговаривают И Коты Что-то Необычное Здесь Значит Непорядок Да К тому же Дядя Федор Сам Наступать Начал А вы Почему Спрашиваете Вы Случайно Не из Милиции Нет Я Не из Милиции Отвечает Дядя Я Из почты Я Почтальон Тутышний Печкин Поэтому Я Все Должен Знать Чтобы Письма Разносить И газеты Вы Например Что вы Писываете Я буду Мурзилку Уписывать Говорит Дядя Федор А я Что-нибудь Про охоту Говорит Шарик А вы Спрашивает Дядя У кота А я Ничего Не буду Отвечает Кот Я Экономить Буду Глава Четвертая Клад Однажды Кот Говорит Что Это Мы Все Без молока И без молока Так и умереть Можно Надо бы Корову Купить Надо бы Соглашается Дядя Федор Да где Денег взять Может Занять Предлагает Пес У соседей А чем Отдавать Будем Спрашивает Кот Отдавать То Надо Отдавать Будем Молоком Но Кот Не Согласен Если Молоко Отдавать Зачем Это Корова Значит Надо Что-нибудь Продать Говорит Шарик А что Что-нибудь Ненужное Чтобы Продать Что-нибудь Ненужное Сердится Кот Надо Надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет. Тут он на пса посмотрел и говорит. А давай шарик на тебя продадим. Шарик даже на месте подпрыгнул. Это как меня? А так. Ты у нас ухоженный стал, красивый. За тебя любой охотник 100 рублей даст. И еще больше. А потом ты от него убежишь и снова к нам. А мы уже с коровой. Да, кричит шарик. А если меня на цепь посадят? Давай, кот, мы лучше тебя продадим. Ты у нас тоже ухоженный. Вон ты какой толстый сделался. А котов на цепь не сажают. Тут дядя Федор вмешался. Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. Ура, кричит шарик. Давно пора. А сам потихоньку у кота спрашивает. А что такое склад? Не склад, а клад, отвечает кот. Это деньги такие, сокровища, которые люди в землю спрятали. Разбойники всякие. А зачем? А зачем ты косточки в саду закапываешь и под печку суешь? Я про запас. Вот и они про запас. Пес сразу все понял и решил кости перепрятать, чтобы кот про них ничего не знал. И пошли они клад искать. Кот говорит. Никак это я сам не додумался про клад. Ведь мы теперь и корову купим, и в огороде можем не работать. Мы все можем на рынке покупать. И в магазине, говорит шарик, мясо лучшее в магазине покупать. Почему? Там костей больше. И тут они на одно место пришли, в лесу. Там была большая гора земляная, а в горе пещера была. В ней когда-то разбойники жили. И дядя Федор стал копать. А пес и кот уселись рядом на камушке. Пес спрашивает. А почему ты дядя Федор в городе клад не искал? Дядя Федор говорит. Чудак ты! Кто же в городе клады ищет? Там и копать нельзя. Асфальт везде. А здесь вон какая земля мягкая. Один песок. Здесь мы в два счета клад найдем. И корову купим. Пес говорит. А давайте, когда мы клад найдем, мы его на три части поделим. Почему? Спрашивает кот. Потому что мне корова не нужна. Я молоко что-то не люблю. Я себе буду колбасу в магазине покупать. Да и я молоко что-то не очень люблю. Говорит дядя Федор. Вот если бы корова квас давала или лимонад. А мне одному денег на корову не хватит. Спорит пес. В хозяйстве корова нужна. Что это за хозяйство без коровы? Ну и что, говорит Шарик. Не обязательно большую корову покупать. Ты купи маленькую. Есть такие специальные коровы для котов. Козы называются. И тут у дяди Федора лопата как звякнет обо что-то. А это сундук окованный. А в нем всякие сокровища и монеты старинные и камни драгоценные. Взяли они этот сундук и домой пошли. А навстречу им почтальон Печкин спешит. Что это ты, мальчик, в сундуке несешь? Кот Матроскин хитрый. Он говорит. Это мы за грибами ходили. Но Печкина тоже непросто. А сундук для чего? Для грибов. Мы в нем грибы засаливаем. Прямо в лесу. Ясно вам? Конечно, ясно. Чего ж тут не ясного? Говорит Печкин. А самому ничего не ясно. Ведь за грибами-то с корзинками ходят. А тут на тебе сундуком. Они бы еще с чемоданом пошли. Но все-таки Печкин отстал. А они уже домой пришли. Посмотрели. Очень много денег в сундуке. Не только корову. Целое стадо можно купить вместе с быком. И они решили, что каждый себе подарок сделает. Что хочет, то и купит. Глава пятая. Первая покупка. Папа с мамой очень горевали, что дядя Федор пропал. И это ты виноват, говорила мама. Все ему разрешаешь. Он и избаловался. Просто он зверей любит. Объяснял папа. Вот и ушел с котом. А ты бы его к технике приучал. Купил бы ему конструктор или пылесос, чтобы он делом занимался. Но папа не согласен. Кот он живой. С ним и играть можно. И на улице гулять. А конструктор будет тебе за бумажкой прыгать. Или можно, например, пылесос на веревочку водить. Ему не игрушка. Ему товарищ нужен. Не знаю, что ему там нужно, говорит мама. Только все дети, как дети, сидят себе в углу. И из желудей человечков делают. Посмотришь, и сердце радуется. У тебя радуется, а у меня не радуется. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятели целый мешок. И всякие там жмурки, пряталки. Вот тогда дети и не станут пропадать. Тогда родители пропадать начнут, говорит мама. Точно пропадать. Потому что я без того на работу и так устаю на работе. У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть. И вообще, ты мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи, как нам мальчика разыскать. Папа думал, думал, а потом сказал. Надо заметку в газете напечатать, что пропал мальчик. Зовут дядя Федор. И все его приметы описать. Если кто увидит, пусть нам сообщит. Так они и сделали. Написали заметку. Рассказали, как дядя Федор выглядит. Сколько ему лет. И что у него спереди волосы торчком. Как будто корова его лизала. И обещали премию тому, кто его найдет. И отнесли заметку в самую интересную газету. У которой больше всего читателей. А дядя Федор ничего этого не знал. Он в деревне жил. Он на другое утро спрашивает у кота. Слушай, кот. Как ты раньше жил? Кот говорит. Плохо жил. Хуже некуда. Я больше так не хочу. А ты, Шарик, как жил? Нормально жил. Серединка наполовинку. Когда покормят. Хорошо жил. Когда не покормят. Плохо. И я тоже нормально жил. Серединка наполовинку. Говорит дядя Федор. Только теперь мы будем по-другому жить. Мы будем жить счастливо. Вот тебе, Матроскин, что нужно для счастья, скажи. Корова нужна. Ну и хорошо. Покупай себе корову. А еще лучше. На прокат возьми. Чтобы сначала попробовать. Кот подумал и сказал. Это мысль правильная. Корову на прокат взять. А потом, если нам жить с коровой понравится, мы ее навсегда купим. А дядя Федору Шарика спрашивает. А тебе что для счастья нужно? Ружье нужно. Говорит Шарик. Буду я сам с собой на охоту ходить. Ладно, говорит дядя Федор. Будет тебе ружье. А мне еще. А шейник нужен с медалями. Кличит пес. И сумка охотничья. Вот дает. Говорит Матроскин. Да ты нас так разоришь совсем. Никаких от тебя доходов нет. Расходы одни. А ты, дядя Федор, что себе? Сам покупать хочешь? А мне самому, говорит дядя Федор, велосипед нужен. Мне его в городе не разрешали заводить. Там машин много. А здесь я могу кататься сколько хочешь. По деревне и по полям. Туда-сюда. Сюда-туда. Но кот не согласен. Ты, дядя Федор, только о себе и думаешь. Ты, значит, будешь по деревне кататься, а мы сзади будем. Пешком бегать. Туда-сюда. Сюда-туда. Нет. Не об этом я всю жизнь мечтал. Не нужен нам твой велосипед. А ты мотоцикл купи, предлагает пес. Как мы трах-тарарах-рах по деревне. Все собаки умрут от зависти. Дядя Федор, так, как представил себе этот трах-тарарах-рах, Так ему сразу весело стало. А кот кричит. Ни о чем-то вы не думаете. Вам лишь бы деньги истратить. А если дождь или мороз, к примеру? Мы же попростужаемся все. Позаболеем. А я, может, только жить начал. Корову купить собираюсь. Нет. Мотоцикл – это не машина. Не нужно мне вашего трах-тарарараха. И не уговаривайте. Шарик подумал, подумал. И согласился с ним. Да. Мотоцикл – это не машина. Это он прав. Не будем мы его покупать. Ни за что. Мы лучше машину купим. Какую еще машину? Обыкновенную, легковую. Говорит пес. Ведь машина-то. А, это машина. Ну и что? Кричит кот. Может, где-нибудь машина – это машина? Только не в нашей области. У нас дороги такие. А если она застрянет в лесу, придется ее трактором вытаскивать. Вы уж и трактор заодно покупайте. А что? Кричит пес. Правильно он говорит. Покупай, дядя Федор, трактор. Дядя Федор на кота посмотрел, а кот молчит. А что ему говорить? Он лапой махнул. Покупайте хоть комбайн. Мне все равно, раз вы меня не слушаете. Взял кот деньги и пошел за коровой. А дядя Федор на почту пошел письмо писать на завод, чтобы ему трактор высунули. Он написал такое письмо. Здравствуйте, уважаемые те, кто делают трактора. Пришлите мне, пожалуйста, трактор, только не совсем настоящий и не совсем игрушечный. И чтоб бензина ему надо было поменьше, а ездил он быстрее. И чтоб он был веселый и от дождя закрытый. А деньги я вам высылаю, сто рублей. Если у вас останутся лишние, пришлите обратно. С уважением, дядя Федор, мальчик. Дядя Федор, мальчик. А через некоторое время домой Матроскин является. И корову на веревочке ведет. Он ее на прокат взял в сельском бюро обслуживания. Корова рыжая, мордастая и важная такая. Ну просто профессор с рогами. Только очков не хватает. И кот тоже заважничал. Это, говорит, моя корова. Я ее Муркой назову в честь бабушки. Вот она какая красивая. Последняя была. Никто ее брать не хотел. А я взял. Очень она мне понравилась. А если еще больше понравится, я ее на совсем куплю. Так можно делать. Достал он косу и пошел сено на зиму запасать. А корова, как ну подошла, на окне занавесочки были. Она взяла и все занавесочки съела. И все цветы, которые в горшках стояли. Пес увидел и говорит, ты что это делаешь? Ты что это цветы ешь и занавески? Может, ты больная или как? Может, тебе температуру смерить? Градусник поставить? Корова смотрит на него так, будто все поняла. А потом как сунется в окно, как вытащит из дома новую скатерть и давай жевать. Шарик даже в обморок упал от удивления. Потом скачал из обморока и за другой конец скатерти ухватился. Не дает корове жевать. Он к себе тянет, а корова к себе. И никто из них рта раскрыть не может, чтобы скатерть не потерять. А тут дядя Федор идет из магазина с покупками. Коту он матроску купил, а шарику, ошейник с медалями. Что это вы за игру затеяли? С новой скатертью кричит. Тоже мне клуб веселых и находчивых. А они молчат. Только на него глаза таращат. Тут он увидел, что все цветы на окне поедены и занавесок нет. И все понял. Вынул он ремень из брюк. Да как хлестнет глупую корову. А корова, видно, балованная была. Она на дядю Федора с рогами. Он бежать. Но брюки у него без ремня были. Он в них и запутался. Вот-вот корова бодать начнет. Пес корову за хвост схватил. Не дает бодать дядю Федора. А тут кот идет. Что это вы с моей коровой делаете? Я ее не для того брал, чтобы вы ее за хвост тянули. Нашли развлечение. Но дядя Федор все коту объяснил. И занавесочки показал обеденные. А пес корову за хвост держит. Мало ли что. Ты свою корову на цепь посади, говорит дядя Федор. Кот упирается. Это же не собака, чтобы на цепи сидеть. Коровы, они просто так гуляют. Так это нормальные коровы, кричит Шарик. А твоя корова психическая. И хвост корове выпустила. Корова, как побежит, да прямо на кота. Бедный кот еле увернулся. Влез он на крышу и говорит. Согласен, согласен. Пусть она на цепи сидит, раз такая она дурочка. Глава шестая. Галчонок, хватай-ка. Так и стал дядя Федор жить в деревне. И люди в деревне его полюбили. Потому что он не бездельничал, все время делом занимался или играл. А потом у него забот поприбавилось. Узнали люди, что он зверей любит. И стали ему разных зверюшек приносить. Птенец ли от стаи отобьется, зайчонок ли потеряется. Сейчас же его берут и к дяде Федору. А он с ними возится, лечит их и на волю отпускает. Однажды у них Галчонок появился. Глаза как пуговицы, нос толстый, сердитый-присердитый. Дядя Федор его накормил и на шкаф посадил. И назвали Галчонка хватайкой. Он что не видит, все на шкаф тащит. Увидит спички на шкаф. Увидит ложку на шкаф. Даже будильник на шкаф перетащил. А взять у него ничего нельзя. Сразу хватай-ка крылья в стороны, шипит и клюется. У него на шкафу целый склад получился. Потом он немного подрос, поправился и стал в окно вылетать. Но к вечеру обязательно возвращался. И не с пустыми руками. То ключ от шкафа вытащит, то зажигалку, то детскую форточку. Однажды даже соску принес. Наверное, какой-нибудь малыш спал в коляске на улице. А хватайка подлетел и соску вытащил. Очень дядя Федор боялся за Галчонка. Плохие люди могли его из ружья застрелить или палкой стукнуть. А кот решил Галчонка к делу приучать. Что это мы его зря это кормим, пусть пользу приносит. И стал он Галчонка учить разговаривать. Целыми днями сидел около него и говорил, кто там, кто там, кто там. Шарик спрашивает, что, тебе делать нечего? Ты бы его лучше песни какой-нибудь выучил или стихотворению. Кот отвечает, песни я и сам петь могу, только от них пользы нет. А от твоего, кто там, какая польза? А, такая. Уйдем мы в лес за дровами, и дома никого не останется. Любой человек может в дом зайти и унести что-нибудь. А так придет человек, начнет дверь стучать. Галчонок спросит, кто там? Человек подумает, что дома кто-нибудь есть. И ничего воровать не станет. Ясно тебе. Но ты же сам говорил, что у нас крась нечего. Спорит Шарик. Ты же даже меня брать не хотел. Это раньше было нечего, объясняет кот. А теперь мы клад нашли. Шарик с котом согласился и тоже стал учить Галчонка. Кто там он? Целую неделю учили его, и, наконец, Галчонок выучился. Только кто-нибудь в дверь постучит стоит или на крыльце затопает. Хватайка сразу спрашивает, кто там? Кто там? Это кто там? И вот, что из этого получилось. Однажды дядя Федор, кот и Шарик пошли в лес грибы собирать. И дома никого не было, кроме Галчонка. Тут почтальон Печкин приходит. Он в дверь постучал и слышит. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка», отвечает он. Галчонок опять спрашивает. Кто там? Почтальон снова говорит. Это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». Только дверь никто не открывает. Почтальон опять постучал и опять слышит. Кто там? Это кто там? Да никто. Это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». И так у них целый день продолжалось. Тук-тук. Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка». Тук-тук. Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка». Под конец Печкину стало плохо. Совсем его замучили. Он на крылечко сел и сам стал спрашивать. Кто там? А Голочонок в ответ, это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». Печкин опять спрашивает, кто там? А Голочонок опять отвечает, это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». Когда дядя Федор и Матроскин шариком домой пришли, они очень удивились, сидит почтальон на крыльце и одно и то же говорит, кто там, да кто там. А из дома одно и то же слышится, это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». Это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». Еле-еле они почтальона в себя привели и чаем отпоили. А когда он узнал, в чем дело, он не стал обижаться. Он только рукой махнул и две лишних конфеты в карман положил. Глава седьмая. Трррр, Митя. В журнал, который Печкин принес, была вложена открытка. А в открытке написано «Просим вас завтра быть дома». На ваше имя получен трактор. Начальник железнодорожной станции Несидоров. Внизу еще было напечатано красивыми буквами. В нашей стране железных дорог очень много. Это обрадовало всех, особенно Шарика. И стали они трактора дожидаться. Наконец его привезли на большой машине и поставили около дома. Шофер попросил дядю Федора расписаться и дал ему конверт. В конверте было письмо и специальная книжечка, как с трактором обращаться. В письме было написано «Уважаемый дядя Федор, мальчик, ты просил прислать трактор. Не совсем настоящий и не совсем игрушечный. И чтобы он веселый был, посылаем тебе такой. Самый веселый на заводе. Это опытная модель. Бензин ему не нужен. Работает он на продуктах. Отзывы о тракторе просим присылать к нам на завод. С большим уважением, инженер Тяпкин, изобретатель трактора». Потом дядя Федор взял книжечку и стал читать. Завод из деревьев дорожных, трактор Митя, продуктовый, 20 лошадиных сил. Прочитал он и говорит, ничего не понятно. Что такое «трррр», что такое «лысы», что ж тут непонятного, говорит кот. Просто все, как арбуз. «Трррр» – это сокращенно трактор. А Митя – это значит модель инженера Тяпкина, который тебе письмо написал. «А что значит 20 лысы?» – спрашивает дядя Федор. «Лысы – это лошадиные силы». «Да-а-а-а». «Лысы» – значит, он перетянет 20 лошадей, если они будут тянуть в одну сторону, а он в другую. «Так сколько же ему сена надо?» – ахнул Шарик. «А сена ему не нужно. Тут же написано, что он работает на продуктах». Дядя Федор удивился даже. «И откуда ты, Матроскин, все это знаешь? Про фамилии, про тракторы и про лысы?» «А вы поживите с мое», – отвечает кот. «И не то узнаете. А где я только не жил. И у одних хозяев, и у других, и в библиотеке, и даже в сберегательной кассе. Я, может, столько в жизни видел, что на целую кошачью энциклопедию хватит. А вообще-то вы здесь бездельничаете. А у меня корова недоина, мурка моя. Он ушел». А мальчик с Шариком стали тр-р-р-р заводить. Стали в трактор суп вливать и котлеты запихивать прямо в бак. Трактор как заторахтит. Сели они в него и по деревне поехали. «Ехал, ехал Митя по деревне, потом у одного дома. Как остановится? Что это вон?» – спрашивает дядя Федор. «Может, горючее кончилось?» «Ничего не кончилось. Просто он учуял, что пирогами пахнет». «Какими еще пирогами?» «Обыкновенными. Вон в том доме пироги пекут. И что же там нам делать теперь, а?» «Не знаю», – говорит Шарик. «Только так пахнет вкусно, что мне тоже ехать не хочется». «Ничего себе я трактор купил», – говорит дядя Федор. «Так мы и будем около всех домов останавливаться, что ли?» «И у столовых. Это не трактор, а бегемот какой-то. Тыр-тыр восемь дыр. Чтобы ему пусто было, инженеру Тяпкину». Так и пришлось им в дом заходить, пирогов просить. Матроскин, когда про это узнал, рассердился на дядю Федора. «Говорил я вам, ничего не покупать, а вы все не слушаете. Да нам этот тр-тр не прокормить теперь». Но потом кот успокоился. «Ну ничего, дядя Федор, не унывай. Хорошо, что я у тебя есть. Мы и с твоим трактором справимся. Будем перед ним сосиску держать на удочке. Он за сосиской поедет и нас повезет». Так они и сделали. И скоро трактор исправляться начал. А вообще-то он был веселый. Кабина пластмассовая, голубая, а колеса железные. И смазывать его надо было не машинным маслом, а подсолнечным. Но тут им корова-мурка забот прибавила. Голова восьмая, хмель цветет. Корова-мурка, которую кот купил, глупая была и балована. Но молока много давала. Так много, что с каждым днем все больше и больше. Все ведра с молоком стояли, все банки. И даже в аквариуме молоко было. Рыбки в нем плавали. Однажды дядя Федор проснулся, смотрит. А в умывальнике не вода, а простокваша налита. Дядя Федор кота позвал и говорит. «Что это ты делаешь? Как же умываться теперь?» Кот хмуро так отвечает. Умываться и в речке можно. Да, а зимой как? Тоже в речке. А зимой можно и совсем не умываться. Кругом снег лежит. Не запачкаешься. А вообще некоторые языком умываются. Некоторые и мышей едят, говорит дядя Федор. А чтобы простокваша в умывальнике не было, кот подумал и сказал. Ладно, я теленочка заведу. Пусть он простоквашу ест. А в обед опять новости. И тоже с муркой. Приходит она с пастбища почему-то на задних ногах, а во рту цветок. Идет она себе, подбоченилась и поет. «Помню я еще молодушкой была, наша армия в поход куда-то пошла. Только слов она говорить не умеет. И у нее получается му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му». И тучка у нее над головой, как шапочка. Шарик спрашивает. Чего это она так обрадовалась? Может у нее праздник какой или чего? Какой праздник, говорит дядя Федор. Может день рождения у нее или день кефира. А может корове Новый год? Причем тут Новый год, говорит Матроскин. Просто она белены объелась или хмеля. А корова как разбежится и в стенку головой трах. Еле-еле ее в сарай загнать удалось. Пошел Матроскин ее доить. Через пять минут выходит. А с ним что-то странное сделалось. Матроска у него спереди как фартук надета, а подойник на голове как каска. И поет он что-то несуразное. «Я моряк, гуляю на просторе, день за день, с волны на волну. Очевидно, он молока попробовал веселого. Шарик, говорит дяде Федору. Сначала у нас корова помешалась, а теперь и кот с ума сошел. Надо бы скорую помощь вызвать. Подождем еще, говорит дядя Федор. Может, они это самое в себя придут? Какое там в себя? Мурка в коровнике. Полонез Агинского мычать стала. Му-му-му-му-му-му. А кот вообще что-то странное затянул. Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый. Петя и Маруся. И тоже головой в стенку. Бух! Тут уж и дядя Федор заволновался. На тебе, Шарик, две копейки. Беги, вызови скорую помощь. По автомату беги. Шарик убежал. А кот и корова в себя приходить начали. Петь и мычать перестали. Кот за голову схватился и говорит. Ничего себе наша корова молока дает. Из него только сгущенку делать. И врагам на войне подбрасывать. Чтоб они с ума посходили и из окопов повылазили. А тут к ним почтальон Печкин идет. Румяны такой радостный. Смотрите, какую я заметку в газете прочитал. Про одного мальчика. Глаза у него коричневые. И волосы спереди торчком. Как будто корова его лизнула. И рост один метр двадцать. Ну и что? Говорит кот. Мало ли таких мальчиков? Может и немало. Отвечает почтальон. Только этот мальчик из дома ушел. А родители беспокоятся, что с ним. И даже премию обещали тому, кто его найдет. Может велосипед дадут. А мне велосипед во как нужен. Почту развозить. Я даже метр принес. Буду вашего хозяина измерять. Шарик как услышал. Так за сердце схватился. Вот измерит Печкин дядя Федора. Вот отвезет домой. Что они с котом делать будут? Пропадут же. А кот не растерялся и говорит. Измерить это всегда можно. А вы сначала молочка попейте. Я только что корову подоил. Мурку мою. Почтальон соглашается. Молочка я с удовольствием выпью. Молоко. Оно очень полезное. Об этом даже в газетах пишут. Дайте мне самую большую кружку. Кот в дом побежал. И скорее принес ему кружку самую огромную. Налил в нее молока. И Печкин дает. Печкин как выпьет. Как вытаращит глаза. Как запоет. Когда я на почте сложил им щеком. Был молот. Имел я селенку. И тоже головой в стенку. Бух. Стук. А Голочонок из дома спрашивает. Кто там? Это кто там? Почтальон отвечает. Это я, Почтальон Печкин. Принес для вас метр. Буду ваше молоко измерять. Давайте мне самую большую кружку. А тут скорая помощь приехала. Выходят два санитара и спрашивают. Это кто у вас тут с ума сошел? Печкин отвечает. Это дом с ума сошел? На меня бросается. Взяли его санитары под руки. И к машине повели. И говорят. Сейчас хмель цветет. Очень многие с ума сходят. Особенно коровы. Когда они уехали. Дядя Федор спрашивает. Кота. Ты это молоко вылий. Чтобы беды опять не было. А коту жалко выливать. Он и решил молоко трактору отдать. Тррр. Митя. С машиной, мол, ничего не случится. Тракторы с ума не сходят. И все молоко в бак вылил. Прямо из ведра. Митя стоял, стоял. Потом как заторахтит. И на кота. Кот ведро бросил. И скорее на дерево. А Митя стал ведром футбол играть. Играл, играл, пока в лепешку не превратил. Ай да модель инженера Тяпкина. А потом пошел по деревне хулиганит. Сорняки окучивать. И за курями гоняться. И песни гудеть всякие. Под конец он даже купаться полез. Чуть-чуть не заглох. Вылез он кое-как на берег. Стыдно ему стало. Подъехал он к дому. На место встал. Ни на кого не глядит. Сам себя ругает. Дядя Федор очень рассердился на Матроскина. И в угол его поставил. В следующий раз делай, что тебе говорят. Шарик все над котом смеялся. Но дядя Федор Шарику сказал. Ладно. Ладно. Нечего нам над человеком смеяться. Когда он в углу стоит. Конечно. Матроскин был кот. А не человек. Но для дяди Федора он был все равно как человек. А с этой коровой еще были приключения. И немало. Глава девятая. Ваш сын дядя Фарик. На другой день дядя Федор решил письмо домой написать. Чтобы папа и мама за него не беспокоились. Потому что он их очень любил. А они не знали. Где он и что с ним. И конечно переживали. Сидит дядя Федор и пишет. Мои папа и мама. Я живу хорошо. Просто замечательно. У меня есть свой дом. Он теплый. В нем одна комната и кухня. А недавно мы клад нашли. И корову купили. И трактор. Митю. Трактор хороший. Только он бензин не любит. А любит суп. Мама и папа. Я без вас очень скучаю. Особенно по вечерам. Но я вам не скажу где я живу. А то вы меня заберете. А матроскины шарик пропадут. Но тут дядя Федор увидел. Что деревенские ребята змея в поле запускают. И дядя Федор к ним побежал. А коту велел письмо дописать за него. Кот взял карандаш и начал писать. А еще у нас печка есть теплая. Я так люблю на ней отдыхать. Здоровье-то у меня не очень. То лапы ломит. То хвост отваливается. Потому что, дорогие мои папа и мама, Жизнь у меня была сложная. Полное лишений и выгоняний. Но сейчас все по-другому. И колбаса у меня есть. И молоко парное стоит в мисочке на полу. Пей не хочу. Мне мышей даже видеть не хочется. Я их просто так ловлю. Для развлечения. Или на удочку, или пылесосом из норок вытаскиваю. И в поле уношу. А днем я люблю на крышу вскарабкаться. И там глаза вытаращу. Усы расправлю и загораю, как ненормальные. На солнышке облизываюсь и сохну. Тут кот услышал, что мыши в подполье заскреблись. Крикнул он шарику. И в подпол побежал с пылесосом. Шарик, карандаш с зубы, взял и стал дальше корягать. А на днях я линять начал. Стала старая шерсть с меня сыплется. Хоть в дом не заходи. Зато новая растет, чистая, шелковистая. Просто каракуль. Да еще охрип я немножечко. Прохожих много. На всех лаять приходится. Час полаешь, два полаешь. А потом у меня не лай, а свист какой-то получается. И бульканье. Дорогие папа и мама. Вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у меня крючком, уши торчком, нос холодный. И лохматость повысилась. Мне теперь можно зимой даже на снегу спать. Я теперь сам в магазин хожу. И все продавцы меня знают. Кости мне бесплатно дают. Так что вы за меня не переживайте. Я такой здоровый стал. Прямо ух. Если я на выставку попаду, мне все медали обеспечены. За красоту и сообразительность. До свидания. Ваш сын. Дядя Шарик. Потом он слово Шарик хотел исправить на Федор. И получилось вообще что-то непонятное. До свидания. Ваш сын. Дядя Фарик. Они с Матроскиным письмо запечатали. Адрес написали. И Шарик его в зубах почтовый ящик отнес. Но письмо из ящика еще не скоро по адресу поехало. Потому что почтарен Печкин в изоляторе был. Сначала он не хотел там оставаться. Он говорил, что он не с ума сошел. А дом дяди Федора, который бодаться начал. А потом ему в изоляторе понравилось письма. Разносить не надо было. И кормили хорошо. И еще он там с одним бухгалтером познакомился. Этого бухгалтера дети до больницы довели. И он все время Печкина воспитывал. Он говорил. Печкин не прыгай на кровати. Печкин не высовывайся в окно. Печкин не бросайся котлетами в товарищей. Хотя Печкин ниоткуда не высовывался никуда. Нигде не прыгал и никакими котлетами в товарищей не бросался. Но на дядю Федора Печкин обиделся. Он говорил так. Некоторые люди собак дома держат и кошек. А у меня даже велосипеда нет. Но это потом было. А пока еще он в изоляторе. Был и письмо в почтовом ящике. Лежало. Глава десятая. Шарик идет в лес. Дядя Федор и кот в доме жили. А шарик все по участку бегал или в будке сидел. И ночевал там. Он в дом только пообедать. Приходил или так в гости. И вот однажды сидит он в своей будке и думает. Кот себе корову купил. Дядя Федор трактор. А я что? Хуже всех что ли? Пора и мне ружье покупать для счастья. Пока деньги есть. Дядя Федор все его отговаривал ружье покупать. Жалко зверюшек. И кот отговаривал. Деньги жалел. А пес и слушать не хочет. Отойдите, говорит, в сторону. Во мне инстинкт просыпается. Звери, они для того и созданы, чтобы на них охотиться. Это я раньше не понимал. Потому что жил плохо. А теперь я поправился. И меня в лес потянуло со страшной силой. Пошел он в магазин и купил ружье. И патроны купил. И сумку купил охотничью. Чтобы всяких зверей туда складывать. Ждите меня, говорит, к вечеру. Я вам чего-нибудь вкусненького подстрелю. Вышел он из деревни и в лес пошел. Видит. Колхозник на телегу едет. Колхозник говорит. Садись, охотник, подвезу. Шарик на телегу сел. Лапы свесил. А колхозник спрашивает. А как ты, друг, стреляешь? Хорошо. А как же, говорит Шарик. А если я шапку брошу? Попадешь в нее. Шарик на задние лапы встал. Ружье приготовил. Бросайте, говорит. Вашу шапку. Сейчас от нее ничего не останется. Одни дырочки. Возниться шапку снял. И воздух подбросил. Высоко-высоко. Под облака. Шарик как! Бабахнет! Лошадь как! Перепугается. И бежать. Телега, конечно, за ней. Шарик на ногах не удержался. От неожиданности из телеги полетел. Вверх тормашками. Как на дорогу. Плюх! Ничего себе охота. Начинается. Дальше он уже пешком пошел. Пришел в лес. Видит, на поляне заяц сидит. Пес ружье зарядил, сумку приготовил и стал подкрадываться. Сейчас я по нему как ударю. Заяц увидел его и бежать. Шарик за ним. Но споткнулся обо что-то и в сумке запутался, в которой надо было добычу носить. Сидит он в сумке и думает. Ничего себе охота начинается. Что же то я теперь сам себя домой понесу? Выходит, я не охотник. Я же и трофей. То-то смеху будет. Вылез он из сумки и по следу. Ружье за спиной, нос в землю. Добежал до узенькой речки. Видит, заяц уже на том берегу скачет. Пес ружье в зубы и поплыл. Не бросать же зайца. А ружье тяжелое. Вот-вот утопит шарика. Смотрит шарик, а оно уже на дне. Что же выходит? Размышляет пес. Это уже не охота. Это уже рыбалка начинается. Решил он ружье бросить и всплывать поскорей. Ну ничего. Разнесчастный заяц я тебе еще покажу. Я тебя и без ружья достану. Уши-то я тебе надеру. Узнаешь, как над охотниками-то издеваться. Сплывает он, всплывает, а у него никак не всплывается. Он в ремне от ружья запутался и в сумке. Все. Конец шарику. Но тут он почувствовал, что кто-то его за шиворот вверх потянул. К солнышку. А это был бобер старый. Он неподалеку полотен устроил. Вытащил он шарика и говорит. Делать мне нечего. Только разных собак из воды вытаскивать. Шарик отвечает. А я и не просил меня вытаскивать. Я, может, и не тонул вовсе. Может, я подводным плаванием занимался. А еще я не решил, что я там делал на дне. А самому так плохо. Хоть караул-то кричи. И вода из него фонтаном лупашит. И глаза на бобра поднять совестно. Еще бы. Он на зверей охотиться шел. А вместо этого они его от смерти спасли. Идет он домой по берегу. Понуры такой, как мокрая курица. Ружье на ремешке тащит и размышляет себе. Что-то у меня с охотой не так получается. Сначала я с телеги упал. Потом в сумку своей охотничьей запутался. А под конец чуть не утонул вовсе. Не нравится мне такая охота. Лучше я буду рыбу ловить. Куплю себе удочки, сачок. Возьму бутерброд с колбасой. И буду на берегу сидеть. Буду я рыболовной собакой. А не охотничьей. А зверей я стрелять не хочу. Буду их только спасать. Только сказать это легко. А сделать трудно. Ведь родился-то он охотничьей собакой. А не какой-нибудь там другой. Глава одиннадцатая. Бобренок. А дядя Федор и матроскин дома сидят. Шарика с охоты ждут. Дядя Федор кормушку для птиц мастерит. А кот хозяйством занимается. Пуговицы пришивает и носки штупает. За окошком уже стемнело, когда шарик пришел. Поднял он свою сумку и зверька на стол вытряхнул. Зверь маленький, пушистый. Глаза грустные и хвост лопатый. Вот кого я принес, дядя Федор. Пес. А где ты его взял? Спрашивает дядя Федор. Из речки вытащил. Сидел он на берегу. Увидел меня и в речку прыг. С перепугу. Еле-еле я его выловил. А то бы утонул. Ведь он еще маленький. Кот. Слушал, слушал и говорит. Эх ты, балда. Ах, ведь это бобренок. Он же в воде живет. Это его дом. Ты его, можно сказать, из дома вытащил. Пес отвечает. Кто же знал, что он в воде живет? Я думал, он тонуть хочет. Смотрите, какой он мокрый. Я с ним. И смотреть не хочу, говорит кот. Тоже мне охотник. Ничего про зверей не знает. И на печку полез. А бобренок сидит. Глаза на всех таращит. Не понимает ничего. Дядя Федор ему молока дал кипяченого. Бобренок молока попил. И глаза у него закрываться стали. Где же его спать положить? Спрашивает мальчик. Как где? Говорит пес. Если он в воде живет, его надо в таз положить. Тебя самого надо в таз положить. Кричит матроскин с печки. Чтобы ты поумнел немножко-то. Пес совсем расстроился. Ты же сам говорил, что он в воде живет. Он в воде только плавает. А живет он в домике на берегу. Объясняет кот. Так дядя Федор взял бобренка и в шкаф положил. В ящик для ботинок. И бобренок сразу заснул. И Шарик тоже спать пошел. К себе в будку. Он не привык на кроватях разлеживаться. Он был деревенский пес. Не балованный. Стола обеденного нет. Как не бывало. В куче стружек бобренок сидит и ножку столовую обтачивает. Кот лапы с печки свесил и говорит. Посмотри, что твой Шарик нам устраивает. Придется теперь новый стол покупать. Хорошо еще, что я со стола всю посуду убрал. Остались бы мы без тарелок. С одними вилками. Позвали они Шарика. Вот смотри, что ты нам делаешь. А если бы он мою кровать перепилил, говорит дядя Федор, я бы среди ночи прямо на пол грохнулся. Спасибо тебе. Дал он Шарику сумку охотничью и говорит. Беги-ка ты на речку прямо без завтрака и отнеси бобренка на место. Где ты его взял? Да смотри больше из речки. Никого не вылавливай. Мы не миленеры какие-нибудь. Шарик сунул бобренка в сумку и побежал без разговоров. Он уже и сам был не рад, что бобренка выловил. А родители бобренка очень обрадовались и не стали Шарика ругать. Они поняли, что не со зла он их сынишку утащил. По недоразумению. Так что все очень хорошо кончилось. Только пришлось новый стол покупать. Но с той поры Шарик затасковал. Хочется ему в лес на охоту. И все тут. А как выйдет он с ружьем? Увидит зверюшку. Выстрелить не может. Хоть ты плачь. Придет он из леса. Не ест. Не пьет. Тоска его гложет. Дохлый он стал. Замученный. Хуже некуда. Глава двенадцатая. Мама и папа читают письмо. Наконец, письмо дяде Федора в город приехало. В городе уже другой почтальон его в сумку положил и папе с мамой домой понес. А на улице дождик был сильный-пресильный. Почтальон весь промок до ниточки. Папа даже его пожалел. Что же это вы в такую погоду мокрую письма-то носите? Вы бы их лучше по почте отправили. Почтальон согласился. Верно, верно. Чего-то я ношу их в сырость-то. Это вы хорошо придумали. Я сегодня же доложу начальнику. И папа с мамой стали письмо читать. Сначала им все нравилось. И то, что у дяди Федора дом есть. И корова. И что дом у него теплый. И что он трактор купил. А потом они пугаться начали. Папа читает. А еще у нас печка есть теплая. Я так люблю на ней отдыхать. Здоровье-то у меня не очень. То лапы ломит. То хвост отваливается. Потому что, дорогие мои папа и мама, жизнь у меня была сложная. Полное решений и выгоняний. Но сейчас все по-другому. И колбаса у меня есть. И молоко парное стоит в мисочке на полу. Мне мышей даже видеть не хочется. Я их просто так ловлю для развлечения. На удочку или пылесосом. А днем я люблю на крышу скарабкиваться. Глаза вытаращу. Усы расправлю. И загораю, как ненормальный. На солнышке облизываюсь. Мама слушала-слушала. И раз в обморок упала. Папа воды принес. И маму в чувство привел. Дальше мама сама читать стала. А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется. Хоть в дом не заходи. Зато новая растет. Чистая. Шелковистая. Просто каракуль. Да еще хрип я немножко. Прохожих много. На всех лаять приходится. Час полаешь. Два полаешь. А потом у меня не лай. А свист какой-то получается. И бульканье. Тут грохот в комнате раздался. Это папа в обморок упал. Теперь мама за водой побежала папу в чувство приводить. Папа в себя пришел и говорит. Что это с нашим ребенком сделалось? И лапы у него ломит. И хвост отваливается. И на прохожих он лаять начал. И мышей он ловит на удочку. Говорит мама. И шерсть у него чистый каракуль. Может он там на природе в ягненочка-то превратился. От свежего воздуха. Да, говорит папа. А я и не слышал, чтобы ягнята на прохожих булькали. Может он просто с ума сошел от свежего воздуха. Решили они письмо до конца дочитать. Читают и глазам своим не верят. Дорогие папа и мама. Вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у меня крючком. Уши торчком. Нос холодный и лохматость повысилась. Что у него повысилось? Спрашивает мама. Лохматость у него повысилась. Он теперь может зимой на снегу спать. Мама просит. Ладно, читай до конца. Я хочу всю правду знать. Что там с моим сыном сделалось? И папа до конца дочитал. Я теперь сам в магазин хожу. И все продавцы меня знают. Кости мне бесплатно дают. Так что вы за меня не переживайте. Если я на выставку попаду, мне все медали обеспечены. За красоту и сообразительность. До свидания. Ваш сын, дядя Фарик. После этого письма мама с папой полчаса в себя приходили. Все лекарства в доме выпили. Потом мама говорит. А может это не он? Может это мы с ума сошли? Может это у нас? Лохматость повысилась. И мы можем зимой на снегу спать? Папа стал ее успокаивать. А мама все равно кричит. Это меня. Все продавцы давно знают. И кости мне бесплатно дают. Это мне мышей видеть не хочется. Вот сейчас у меня тоже лапы ломит и хвост отваливается. Потому что жизнь у меня была сложная, полное лишение и выгоняние. Где моя мисочка на полу? Еле и еле ее папа в себя привел. Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума по отдельности сходят. Это только гриппом все вместе болеют. И никакая лохматость у нас не повысилась. А наоборот. Потому что мы вчера в парикмахерской были. Но на всякий случай они себе температуру смерили. И температура была нормальной. 36,6. Тогда папа взял конверт и внимательно осмотрел. На конверте стоял штамп. И на нем было название деревни. Откуда это письмо отправлено. Там было написано Деревня Простоквашино. Мама с папой достали карту и стали смотреть. Где такая деревня находится? Насчитали таких деревень 22. Они взяли, написали в каждую деревню письмо. Каждому деревенскому почтальону. Уважаемый почтальон, нет ли в вашей деревне городского мальчика, которого зовут дядя Федор? Он ушел из дома и мы очень за него беспокоимся. Если он живет у вас, напишите, и мы за ним приедем. А вам привезем подарки. Только мальчику ничего не говорите, чтобы он ничего не знал. А то он может переехать в другую деревню, и мы его уже не найдем. А нам без него плохо. С большим уважением, мама Рима и папа Дима. Они написали 22 таких письма и разослали их во все деревни с названием Простоквашино. Глава 13. Шарик меняет профессию. Дядя Федор говорит коту, надо что-то с шариком делать. Пропадет он у нас. Совсем от тоски высох. Кот предлагает. Может нам из него ездовую собаку сделать. Не обязательно ему охотничьим быть. Купим тележку, будем на нем всякие вещи возить. Например, молоко на базар. Нет, возражает дядя Федор. Ездовые собаки только на севере бывают. И потом у нас Митя есть. Надо что-то другое выдумать. А потом говорит. Придумал. Мы из него цирковую собаку сделаем. Пуделя. Научим его танцевать, через кольцо прыгать, воздушные шариком там жонглерировать. Пусть детишек веселит маленьких. Кот согласился с дядей Федором. Ну что же. Пусть будет пуделем. Комнатные собаки тоже нужны. Хоть они и бесполезные. Будет он в доме жить, на диване лежать, и тапочки подавать хозяину. Позвали они шарика и спрашивают. Ну что. Хочешь, чтобы из тебя пуделя сделали? Делайте хоть чучело. Говорит шарик. Все равно мне жизнь не мила. Нет мне счастья на этой земле. Похороню я свое призвание. И стали они за реку собираться в новый дом пятиэтажный парикмахерскую. Дядя Федор пошел тр-тр-тр-митю заводить, а Матроскин мурки сено подбрасывать. Он ей открыл дверь коровника и сказал, мы дом на тебя оставляем. Если какой жулик появится, ты с ним не хикайся. Рогами его, а вечером я тебя чем-нибудь угощу. Дядя Федор Трактор Митю выкатил, супа в него налил и сел на шоферское кресло. Шарик рядом устроился, а матроскин наверху, и поехали они стричься. Митя тарахтел радостно и вовсю работал колесами. Увидит лужу и по ней, так что вода во все стороны. Молодой еще трактор, новенький. И если он кур встречал на пути, он тихонечко подкрадывался и гудел во все горло. У-у-у! Бедные куры по всей дороге разлетались. Замечательная была езда. Дядя Федор песню запел, а трактор ему подпел. Очень хорошо у них выходило. В опале березонька, тыр-тыр-тыр-тыр, в поле кудрявое, тыр-тыр-тыр, лю-ли-лю, тыр-тыр-тыр-тыр, лю-ли-лю, тыр-тыр-тыр-тыр. Наконец, они к парикмахерской подъехали. Кот в тракторе остался сторожить, а дядя Федор с шариком стричься пошли. В парикмахерской чисто, уютно и светло. И женщины сидят под колпаками, сохнут. Парикмахер спрашивает у дяди Федора, что вам угодно, молодой человек, мне надо шарика постричь. Парикмахер говорит, дожили шарики, кубики, и как же его стричь под польку или под полубокс, или может быть под мальчика, а может его и побрить заодно? Дядя Федор отвечает, не надо его брить, и под мальчика не надо, его надо под пуделя постричь. Это как под пуделя? Очень просто, его надо сверху завить, внизу все наголо, и на хвосте кисточка. Понятно, говорит парикмахер. На хвосте кисточка, в руках тросточка, в зубах косточка. Это же не шарик, это жених получается. И все женщины под колпаками засмеялись. Ничего не выйдет, молодой человек. У нас есть и женский зал, и мужской зал, а собачьего пока что нет. Так они ни с чем к Матроскину пришли. Кот говорит, эх вы, вы бы сказали, что это не простая собака, а какой-нибудь там артиста или директора стадиона. Вас бы вмиг и постригли, и завили, и одеколоном побризгали. Ну-ка, идите назад. Когда они снова пришли, парикмахер очень удивился. Вы что-то забыли, молодой человек? Что именно? Дядя Федор говорит, мы забыли вам сказать, что эта собака не простая собака, а ученая. Мы ее к выступлению готовим. Парикмахер как засмеется. Ой, ученая кипяченая, а что же она у вас умеет делать? Может, она у вас писать, сочинять умеет? Может, она у вас на дудочке дудит? Про дудочку я не знаю. А считать она запросто. Да. Ну, а сколько будет пятью пять? Пятью пять будет двадцать пять, говорит Шарик. А шестью шесть – тридцать шесть. Парикмахер как услышал, так и сел в кресло парикмахерское. И вправду собака ученая не только считать, но и говорить умеет. Достал он салфетку чистую и говорит. Если клиенты не возражают, я, пожалуйста, и постригу, и завью вашего шарика. И еще детям расскажу, чтобы учились. Уж если собаки грамотными стали, то детям спешить надо. Иначе все места в школе звери займут. Женщины, которые под колпаками сохли, не стали возражать. Что вы, что вы, такую собаку надо обязательно в порядок привести. У такой собаки все должно быть прекрасно. И душа, и прическа, и кисточка. И парикмахер за работу принялся. А пока он шарика стриг, он с ним разговаривал. Он ему вопросы зазывал из разных областей науки. А шарик ему отвечал. Парикмахер просто поражен был. Он такой учености никогда в жизни и не видел. Он постриг шарика и завил, и голову ему помыл, и денег за работу не взял от удивления. И так его продеколонил, что от шарика полетом за километр пахло. Пудель из шарика получился хоть сейчас на выставку. Он даже сам себя в зеркале не узнал. Что это за штучка такая кудрявенькая? Не собака, а барышня. Так бы и укусил, говорит шарик. Сверху-то он пуделем стал, а внутри так с шариком и остался. А дядя Федор отвечает. Это ты сам. Комнатная собака, пудель. Привыкай теперь. Только шарик что-то не очень повеселел после парикмахерской. А еще больше загрустил. Его грусть дяде Федору передалась. А от него Матроскину. И даже Митя помалкивал. Кур не пугал. Одно их только под конец разъяснило. Подъехали они к своему домику. Смотрят, а у них почтальон Пичкин. На яблоне сидит. Дядя Федор говорит. Смотрите, какой фрукт у нас на яблоне созрел в конце августа месяца. Чего вы там делаете? Ничего не делаю, отвечает Пичкин. От вашей коровы спасаюсь. Я пришел к вам в окошко посмотреть. Все ли у вас электроплитки выключены? Все ли в порядке? А она на меня как набросится? Вон у меня сколько дырок на штанах. И верно, дырок у него на штанах с десяток. А внизу, под деревом, мурка лежит, жвачку пережевывает. Пришлось им Пичкина снова чаем отпаивать. А пока они чай готовили, он тихонечко в коридор вышел и незаметно от курточки дяди Федора пуговичку отрезал. Зачем он это сделал? Мы с вами потом узнаем. Только пуговичка эта очень нужна была Пичкину. Глава 14. Приезд профессора Семина. Жить бы и жить дяде Федору счастливо. Да что-то никак не получается. Только шариком кое-как разобрались. Тут новая беда. Приходит дядя Федор однажды в дом и видит. Стоит Матроскин перед зеркалом и усы красит. Дядя Федор спрашивает. Что это с тобой, кот? Влюбился ты, что ли? Кот как засмеется. Вот еще. Стану я глупостями заниматься. Я даже слова такого не знаю. Влюбился. Просто мой хозяин приехал. Профессор Семин. А усы тут при чем? А при том, говорит кот, что я теперь внешность меняю. На нелегальное положение я перехожу. Буду в подполье жить. Зачем? Спрашивает дядя Федор. А затем, чтобы меня хозяева не забрали. Да кто ж тебя заберет? Какие его хозяева? Профессор заберет. Ведь я же его кот. И шарика могут забрать. Шарик ведь тоже его. Дядя Федор даже пригорюнился. А ведь верно. Могут забрать. Послушай, Матроскин, говорит он, но как же они тебя заберут, если они тебя из дома выставили? В том-то и дело, что не выставили, говорит кот. Они, когда уезжали, меня знакомым оставили, а те другим знакомым. А от других знакомых я сам убежал. Они меня в ванную запирали, чтобы я не линял по всем комнатам. И Шарик, наверное, также бездомным стал. Дядя Федор задумался, а Матроскин продолжал. Нет, он профессор хороший. Ничего, профессор. Только я сейчас и к самому замечательному не пойду. Я хочу, дядя Федор, только с тобой жить и корову иметь. Дядя Федор говорит. Я уж и не знаю, что делать. Может, нам в другую деревню перебраться? Больно-хлопотно, возражает кот. И мурку перевозить, и вещи. А потом? К нам здесь уже все привыкли. Ничего, дядя Федор. Не отчаивайся. Я и под поле поживу. Ты лучше делом займись. Каким еще делом? А таким. Дрова надо заготовлять. Зима на носу. Бери-ка ты веревку. И в лес поезжай. И шарика с собой возьми. Но шарик, как узнал про профессора, тоже из дома выходить не захотел. Поезжай. Поезжай. Говорит ему кот. Тебе бояться-то нечего. Тебя даже родная мать родная не узнает. Ты же у нас пуделем стал. И они согласились. Шарик веревку взял для дров. Пилу и топор. А дядя Федор пошел трактор Митю заводить. Кот им говорит. Запомните. Надо только березы пилить. Березовые дрова самые лучшие. Дядя Федор не согласен. А мне березы жалко. Вон они какие красивые. Кот говорит. Ты, дядя Федор, не о красоте думай, а о морозах. Как ударит 40 градусов. Что ты будешь делать? Не знаю, отвечает дядя Федор. Только если все начнут березы на дрова пилить, у нас вместо леса одни пеньки останутся. Верно, говорит Шарик. Это только для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки. На них сидеть можно. А что будут птицы делать и зайцы? Ты о них подумал? Буду я еще о зайцах думать, кричит кот. А обо мне кто подумает? А кто такой Валентин Берестов? Не знаю кто. Только так пароход назывался, на котором мой дедушка плавал. Наверное, он был хороший человек, если на нем твой дедушка плавал, говорит мальчик. А он и не стал бы березы пилить. А что бы он стал делать? Спрашивает кот. Наверное, он бы стал хворост заготовлять, предположил Шарик. Вот и мы так и сделаем, сказал дядя Федор. И поехали они с Шариком хворост заготовлять. Весь трактор загрузили хворостом и сзади еще целую кучу веревками привязали. Потом они картошку напекли на костре, грибов нажарили на палочки и стали есть. А трактор Митя смотрел, смотрел на них и как загудит. Дядя Федор чуть картошкой не подавился, а Шарик даже на два метра подскочил. Совсем я про эту тарахтелку-то забыл, говорит. Я думал, на меня самосвал едет. А я думал, что бомба взорвалась, говорит дядя Федор. Надо дать ему что-нибудь поесть. А то он нас на тот свет отправит. Гудит, как паровоз. Покормили они трактор и решили домой ехать. А тут заяц мимо бежит. Шарик как закричит. Смотрите, добыча! Дядя Федор его успокаивает. Ты что, забыл? Ты же теперь пудель. Ты скажи. Тьфу ты, какой заяц! Зайцы меня сейчас не интересуют. Меня интересует тапочки хозяину приносить. На шарик свое говорит. Тьфу ты, какие-то тапочки. Тапочки меня не интересуют. Меня интересует зайцев хозяину приносить. Вот я ему задам. И как дуни за зайцем. Только деревья в обратную сторону побежали. А дядя Федор домой поехал. Он очень много хвороста привез. Но Матроскин все равно недоволен. От этого хвороста не тепло будет. Отреск один. Это не дрова, а мусор. Я по-другому сделаю. Глава пятнадцатая. Письмо в институт Солнца. Кот попросил у дяди Федора карандаш и стал что-то писать. Дядя Федор спрашивает. Ты что придумал? Кот отвечает. Я письмо пишу в один институт, где Солнце изучает. У меня там связи имеются. А что такое связи? Спрашивает дядя Федор. Это знакомства деловые, объясняет кот. Это когда люди друг другу хорошее делают. Ни с того, ни с сего. Просто по старой памяти. Понятно, говорит дядя Федор. Если, например, мальчик в автобусе ни с того, ни с сего старушке место уступил, значит, он это по знакомству сделал. По старой памяти. Нет, это не то, толкует кот. Это просто вежливый мальчик был. Или учительница в том же автобусе ехала. А вот если мальчик когда-то старушке картошку чистил, и она за него в это время задачки решала, значит, у них были деловые знакомства. И они всегда будут друг другу помогать. А тебе какая помощь нужна? Я хочу, чтобы мне Солнце маленькие услуги прислали. Домашние. Бывают такие солнца, удивился мальчик. Вот и увидишь, говорит кот. И вдруг, как закричит. Это кто такой? Мой карандаш утащил. Галычонок-хватайка отвечает со шкафа. Это я, почтальон Печкин. Принес журнал Мурзилка. Давай сюда, велит Матроскин. Только отнять у хватайки что-нибудь не так-то просто было. Полчаса за ним кот по дому гонялся. Наконец отнял карандаш. Хватайка за это обиделся. И только Матроскин отвернется, он подскочит сзади. И хватит его за хвост. Кот от неожиданности каждый раз до потолка подпрыгивал. А дядя Федор смеялся до слез. Наконец кот написал письмо. Оно было такое. Дорогие ученые, у вас, наверное, тепло. А у нас скоро зима. А мой хозяин, дядя Федор, не велит природу на дрова пилить. Не понимает он, что замерзнем мы с этим хворостом. Пришлите нам, пожалуйста, солнце домашнее. А то скоро будет поздно. Уважающий вас кот Матроскин. Потом он адрес написал, Москва, институт физики, солнце, отдел восходов и заходов, ученым у окна, в халате без пуговиц, у которого разные носки. А тут шарик является, и зайца в зубах приносит. И у зайца язык свешивается, и у шарика. Устали оба, но зато шарик счастлив. А заяц не очень рад. Вот, говорит радостный шарик, добыл. А зачем? Спрашивает кот. Как зачем? А так? Что-то с ним делать собирайся. Не знаю, отвечает пес. Мое дело охотничье, добыть. А что делать, это уже хозяин решает. Может, он его в детский сад отдаст, а может, пуха надергает и варежки свяжет. Хозяин решает, что его отпустить надо, говорит дядя Федор. Звери в лесу должны жить. Нечего у нас в зоопарк устраивать. Шарик погрустнел, будто в нем лампочка погасла, но спорить не стал. Дядя Федор дал заяцу морковку и на крыльцо вынес. Ну, говорит, беги. А заяц не бежит никуда. Сидит тихонечко и все рассматривает. Тут Матроскин забеспокоился. Ничего себе, еще один жилец у них намечается. Своих девать некуда. Вынес он потихоньку шарики на ружье, подкрался к заяцу. И как над ухом у него пальнете, заяц аж подпрыгнул. Лапками он в воздухе заработал и с места пулей. Сам Матроскин не меньше перепугался. И пули в другую сторону. Только ружье в серединке лежит и дым кверху пошел синенький. А шарик на крыльце стоит. И слезы у него из глаз скатятся. Дядя Федор говорит. Ладно, не плачь. Я придумал, что с тобой делать. Мы тебе фотоаппарат купим. Будешь ты фотоохотой заниматься. Будешь зверей фотографировать и фотографии в разные журналы посылать. Наверное, это и в самом деле лучший выход был. С одной стороны, это все-таки охота. А с другой, никаких зверей стрелять не приходится. И стал шарик фотоаппарат ждать, как дети ждут праздника первого мая. С тех пор Матроскин в подполе жил. Жизнь для детей усложнилась. Мурку в поле выгонять дяде Федору. В магазин идти дяде Федору. Колодца за водой тоже дядя Федор идет. А раньше все это кот делал. От шарика тоже толку мало было. Потому что ему фоторожье купили. Он с утра влез. И полдня за зайцем носится, чтобы сфотографировать. А потом снова полдня за ним гоняется, чтобы фотографию отдать. А тут опять событие. Утром, когда они еще спали, кто-то в дверь постучал. Матроскин перепугался страшно. Не профессор ли это пришел его забирать? И прямо с печки в подпол прыг. Он теперь подпол всегда открытым держал. А там окошко было маленькое, чтобы огородами, огородами и прямо в лес. Дядя Федор с кровати спрашивает. Кто там? А это Шарик. Здрасте, пожалуйста. У нашей коровы теленок родился. Дядя Федор с котом в сарай побежали. И верно, около коровы теленочек стоит. А вчера не было. Матроскин сразу заважничал. Вот, мол, и от его коровы польза есть. Не только скатерти она жевать умеет, а теленок смотрит на них и губами шлепает. Надо его в дом забрать, говорит кот. Здесь ему холодно. И маму в дом, спрашивает Шарик. Нам только маму не хватало, говорит дядя Федор. Да она у нас все скатерти поест и продеяльники. Пусть здесь сидит. Они повели теленка в дом. Дом они его рассмотрели. Он был шерстяной и мокренький. И вообще он был бычок. Стали думать, как его назвать. Шарик говорит. А чего думать-то? Пусть будет Бобиком. Кот как захотал. Ты его еще Рексом назови. Или Тузиком. Тузик, Тузик. Съешь арбузик. Это же бык. А не спаниель какой-то. Ему нужно серьезное название. Например, Аристофан. И красивое имя. И обязывает. А кто такой Аристофан? Спрашивает Шарик. Не знаю кто, говорит кот. Только так пароход назывался, на котором моя бабушка плавала. Одно дело пароход. А другое теленок. Да. Не знаю. Давайте мы вот так сделаем. Пусть каждое имя придумает и на бумажке напишет. Какую бумажку мы из шапки вытащим, так теленкой назовем. Это всем понравилось. И все стали думать. Кот придумал имя стремительное. Морское и красивое. Дядя Федор придумал имя Гаврюша. Она очень подходила к теленку. А если большой бык вырастет, его никто бояться не будет. Потому что бык Гаврюша не может быть злым, а только добрым. А Шарик думал, думал и ничего придумать не мог. И он решил. Напишу-ка я первое слово, которое в голову придет. И ему в голову пришло слово чайник. Он так и написал. И был очень доволен. Ему нравилось такое имя. Чайник. Что-то в нем было благородное. Испанское. И когда стали имена из шапки тащить, этого чайника и вытащили. Кот даже ахнул. Дядя Федор. Ничего себе имечка. Все равно, что бык сковородка или котелок. Ты бы его еще половником назвал. А ты что придумал, дядя Федор? Спрашивает Шарик. Я Гаврюшу придумал. А я стремительного. Сказал кот. А мне Гаврюша нравится. Вдруг говорит Шарик. Пусть он будет Гаврюшей. Это я с горяча его чайником назвал. Кот согласился. Пусть Гаврюшей будет. Очень хорошее, редкое имя. Так и стал теленок Гаврюшей. И тут у них разговор интересный получился. Про то, чей теленок. Ведь корову-то они на прокат взяли. Дядя Федор говорит. Корова государственная. Значит и теленок государственный. А кот не согласен. Корова действительно государственная. Но все, что она дает, молоко там или телят, это наше. Ты, дядя Федор, сам посуди. Вот если мы холодильник на прокат берем, он чей? Государственный. Правильно. А мороз, который он вырабатывает, чей? Мороз наш. Мы его для мороза и берем. Вот и здесь так же. Все, что корова дает, нам принадлежит. Для этого мы ее и брали. Но брали-то мы одну корову. А теперь у нас две получилось. Раз корова не наша, значит и теленок не наш. Матроскин расследился даже. Брали. Но брали мы ее по квитанции. И квитанцию принесем. Вот смотрите, что здесь написано. Корова рыжая одна. Про теленка ничего не написано. А раз мы корову взяли по квитанции, по квитанции и сдавать будем одну. И тут Шарик вмешался. Я не пойму, чего вы спорите? Ты же, Матроскин, собирался корову насовсем купить, если она тебе понравится. Вот и покупай насовсем, и теленок у нас останется. Я с моей Муркой ни за что не расстанусь, говорит кот. Я ее обязательно насовсем куплю. Это я просто так спорил. Потому что дядя Федор не прав. А пока у них весь этот спор шел, теленок времени не терял. Он два носовых платка съел у дяди Федора. Он был черненький, а мама рыжая. Но по характеру он в маму пошел. Ел, что ни попадя. Разговор с профессором Семиным Когда появился теленок Гаврюша, работы в хозяйстве еще больше стало. И тогда дядя Федор понял, что он совсем пропадет без помощи Матроскина. Хоть совсем уезжая из деревни к родителям. И он решил поговорить с профессором Семиным. Он надел самую лучшую свою рубашку, самые лучшие штаны, причесался как следует и пошел. Вот он подошел к даче, где жил профессор, и позвонил. И сразу к нему вышла бабушка с пылесосом. Тебе что, мальчик? Я хочу с профессором поговорить. Хорошо, проходи, сказал она. Только ноги вытирай. Дядя Федор вошел и поразился, как чисто было вокруг. Все блестело, как в городской квартире. Кругом стояли шкафы с книгами, кресла, стулья. И кухня была вся белая. Бабушка взяла дядю Федора за руку и повела в комнату профессора. Вот, сказала она, к тебе, Ваня, молодой человек. Профессор поднял голову от стола и говорит. Здравствуй, мальчик. Ты зачем пришел? Я хочу у вас про кота спросить. А что про кота? Допустим, у вас был кот, говорит дядя Федор. А теперь он живет в другом месте и не хочет к вам идти. Можете вы его забрать или нет? Нет, отвечает профессор. Если он не хочет ко мне идти, как же я его могу забрать? Это будет неправильно. А про какого это кота вы говорите? Про кота Матроскина. Он раньше у вас жил, а теперь у меня живет. А откуда вы знаете, что он не хочет ко мне идти? Он мне это сказал. Профессор так и подпрыгнул. Как сказал? Послушайте, молодой человек, удивился профессор. Где это вы видели говорящих котов? У себя дома. Не может быть, говорит профессор Семин. Я всю жизнь язык зверей изучаю и сам кошачьим владею чуть-чуть, но говорящих котов никогда не встречал. Не можете ли вы меня с ним познакомить? А вы его не заберете? Ведь это же ваш кот. Да нет же, не заберу. Знаете что? Приходи, котико вы ко мне в гости с этим котом. Обедать. У меня сегодня очень вкусный суп. Дядя Федор согласился и пошел кота звать. Он из Шарика хотел пригласить, только Шарик наотрез отказался. Я и за столом сидеть не умею, и вообще боюсь и стесняюсь. Чего боишься, что меня заберут? Чудак, он же сказал, что забирать нельзя, если зверь не хочет. Это он про котов говорит, а про собак еще неизвестно. Уже лучше я дома останусь, фотографии проявлять. И они пошли вдвоем с Матроскиным. Когда они пришли, стол для них был уже накрыт. Очень хорошо накрыт. И вилки лежали, и ложки, и хлеб порезанный, и суп был действительно очень вкусный. Борщ со сметаной. А профессор все с котом разговаривал. Он спрашивал. Вот я уточнить хочу. Как будет на кошачьем языке, не подходите ко мне. Я вас оцарапаю. Матроскин отвечал. Это не на языке. Это на когтях будет. Надо спину выгнуть, правую лапу поднять, и когти вперед выпустить. А если шшшшшшь добавить, спрашивает профессор. Тогда, говорит кот, это уже ругательство получается кошачье. Что-то вроде не подходите ко мне, я вас оцарапаю, а идите лучше к собачьей бабушке. И профессор все за ним записывал. А потом он им очень много конфет подарил и банку сметаны для кота. — Да, — говорит, — не кот был у меня, а золото, а я этого не понимал, а то бы я давно академиком был. Еще он дяде Федору свою книжку подарил про язык зверей и все время в гости приглашал и сам обещал приходить. Вообще он оказался очень хороший. И кот Матроскин с тех пор перестал в подполе сидеть и чуть что с печки в подвал прыгать. Глава 18. Письмо почтальона Печкина. А мама с папой совсем уж соскучились без дяди Федора. И жизнь им немила стала. Раньше у них всего не было времени дяде Федором заниматься. Хозяйство их заедало, телевизор, газеты вечерние. А теперь у них столько времени объявилось, что на двух дядей Федоров хватило бы. Не знали, куда это время девать. Они все время про дядю Федора говорили и в почтовый ящик заглядывали. Нет ли писем из деревень Простоквашина. Мама говорит. Я теперь много поняла. Если дядя Федор наидется, я для него няню заведу, чтобы ни на шаг от него не отходила. Он тогда никуда не убежит. И ни капельки ты не права, говорит папа. Он же мальчик. Ему нужны приятели, чердаки, шалаши разные. А ты из него барышню кисельную делаешь. Не кисельную, а кисейную, поправляет мама. Да хоть клюквенную, кричит папа. Он же мальчик. Сейчас даже девочки пошли шрумбурумные. Я вот мимо детского сада проходил, когда там ребят спать укладывали. Так они на кроватях чуть не до потолка прыгали. Как кузнечики. И штанишек выскакивали. Мне и саму так прыгать захотелось. Давай, давай, говорит мама. Прыгай до потолка. Выскакивай штанишек. Только сына я тебе портить не позволю. И никаких собак у нас дома не будет. И никаких кошек. Уж в крайнем случае я на черепаху соглашусь в коробочке. И так они каждый день разговаривали. И мама все строже и строже становилась. Она решила ни папе, ни дяде Федору воли не давать. А тут письма стали приходить от почтальонов разные. Сначала одно. Потом еще одно. Потом сразу десять. Но хороших новостей не было. Письма были такие. Здравствуйте, папа и мама. Дядя Федор. Так, пишет вам почтальон из деревни Простоквашино. Зовут меня Вилкин Василий Петрович. Работаю я хорошо. Вы спрашиваете, нет ли в нашей деревне мальчика дяди Федора. Отвечаем. Такого мальчика у нас нет. Есть один мальчик, которого зовут Федор Федорович. Но это дедушка, а не мальчик. А он вам, наверное, не нужен. Края у нас хорошие и много разных просторов. Приезжайте к нам жить и работать. Поклон вам от всех простоквашинцев. С большим приветом, почтальон Вилкин. Или такие. Уважаемые папа и мама, вы пишете, что от вас ушел дядя. Ну и пусть. Но при чем здесь мальчик? Или он ушел мальчиком, а вырос к дядю? Тогда непонятно, кому подарки. Напишите нам со старухой, чтобы мы знали. Только побыстрее. А то мы собираемся в дом отдыха во вторую смену. Мы очень хотим знать ответ на эту загадочную тайну. Почтальон Ложкин со старухой. Много было разных писем, а нужного письма не было. Мама говорит. Не найдем мы дядю Федора. Уже двадцать одно письмо пришло. А про него ни слова. Папа ее успокаивал. Ничего, ничего. Подождем двадцать второе. И вот оно пришло. Мама раскрыла и глазам своим не поверила. Здравствуйте, папа и мама. Пишет вам почтальон Печкин. Из деревни Простоквашино. Вы спрашиваете про мальчика дяди Федора. Вы про него еще заметку в газете писали. Этот мальчик живет у нас. Я недавно заходил к нему посмотреть. Все ли у них плитки выключены. А его корова у меня на дерево загнала. А потом я у них чай пил. И незаметно пуговицу отрезал от курточки. Посмотрите, ваша ли это пуговица. Если пуговица ваша, значит и мальчик ваш. Мама вынула пуговицу из конверта. И как закричит. Это моя пуговица. Я ее сама дяде Федору пришивала. Папа тоже как закричит. Ура! И маму к потолку подбросил от радости. А очки у него как слетят. И не видит он, где маму ловить. Хорошо, что она на диван прилетела. А то бы папе досталось. И она стала дальше читать. Все у вашего мальчика хорошо. И трактор есть. И корова. Он всяких зверей кормит. И кот у него есть хитрый-прихитрый. А из-за этого кота в изолятор попал я. Он меня молоком угостил, от которого с ума сходят. Вы можете приехать за вашим мальчиком, потому что он ничего не знает. Я ему ничего не скажу. А мне привезите велосипед. Я на нем буду почту развозить. И от новых штанов я бы тоже не отказался. До свидания. Почтальон деревни Простоквашино, Можайского района, Печкин. И мама с папой после этого письма стали в дорогу готовиться. А дядя Федор ничего не знал. Глава 19. Посылка. По утрам на улице уже лед был. Зима приближалась. И каждый своим делом занимался. Шарик по лесам с фотоаппаратом бегал. Дядя Федор кормушки для птиц и лесных зверей мастерил. А Матроскин Гаврюшу обучал. Учил его всякому. Палку в воду бросит. А теренок принесет. Скажет ему лежать. И Гаврюша лежит. Прикажет ему Матроскин взять. Куси. Тот сразу бежит и бодать начинает. Прекрасный стражевой бык из него получался. И вот однажды, когда каждый из них свое дело делал, к ним почтальон Печкин пришел. Здесь кот Матроскин живет. Я Матроскин, говорит кот. Вам посылка пришла. Вот она. Только я вам ее не дам. Потому что у вас документов нет. Дядя Федор спрашивает. Зачем же вы ее принесли? Потому что так положено. Раз посылка пришла, я должен ее принести. А раз документов нету, я не должен ее отдавать. Кот кричит. Отдавайте посылку. Какие у вас документы, говорит почтальон. Лапы, хвост и усы. Вот мои документы. Но Печкина не переспоришь. На документах всегда печать бывает и номер. Есть у вас номер на хвосте, а усы и подделать можно. Придется мне посылку обратно относить. А как же быть, спрашивает дядя Федор. Не знаю как. Только я к вам теперь каждый день приходить буду. Принесу посылку, спрошу документы и обратно унесу. Так две недели. А потом посылка в город уедет, раз ее никто не получил. И это правильно? Спрашивает мальчик. Это по правилам, отвечает Печкин. Я, может, вас очень люблю. Я, может, плакать буду. А только правила нарушать нельзя. Не будет он плакать, говорит Шариков. Это уж мое дело, отвечает Печкин. Хочу, плачу. Хочу, нет. Я человек свободный. И он ушел. Матроскин от середины стихотел на него гаврюшу натравить. Но дядя Федор не позволил. Он сказал. Я вот что придумал. Мы найдем ящик, такой, как у Печкина, и все на нем напишем. И наш адрес, и обратный, и печати сделаем, и веревками перевяжем. Печкин придет, мы его за чай посадим, а ящики возьмем и переменим. Посылка у нас останется, а пустой ящик к ученым отправится. Зачем же пустой? Говорит Матроскин. Мы в него грибов положим или орехов. Пусть ученые подарок получат. Ура, кричит Шарик. И Гаврюша позвал от радости. Гаврюша, ко мне дай лапу. Гаврюша ногу протянул, и хвостиком виляет, совсем как собака. Так они и сделали. Достали ящик посылочный, положили в него грибы, орехи, и письмо положили. Дорогие ученые, спасибо за посылку. Желаем вам здоровья и изобретений, а особенно всяких открытий. И подпись. Дядя Федор, мальчик. Шарик, охотничий пес. Матроскин, кот, по хозяйственной части. Потом они адрес записали, все как надо сделать, и стали Печкина ждать. Они даже ночью заснуть не могли. Все думали, получится у них или не получится. Утром кот пирогов напек. Дядя Федор чаю заварил. А Шарик с Гаврюшей все на дорогу. Бегали смотреть. Идет Печкин или нет. И вот Шарик примчался. Идет. Печкин подошел к двери, постучал. Хватайка со шкафа спрашивает, кто там. Печкин отвечает. Это я, почтальон Печкин, принес посылку. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет. Матроскин на крыльцо вышел и спокойно так говорит. А нам и не надо. Мы бы эту посылку и сами не взяли. Зачем нам гуталин? Какой такой гуталин? Удивился Печкин. Обыкновенный, которым ботинки чистят. Объясняет кот. В этой посылке наверняка гуталин. Печкин даже глаза вытаращил. Это кто же вам столько гуталину прислал? Это мой дядя, объясняет кот. Он у сторожа живет на гуталиновой заводе, фабрике. У него гуталина завалилась. Много. Не знает, куда его девать. Вот и шлет, кому попало. Печкин даже растерялся. А тут Шарик посылку понюхал, говорит. Нет, там совсем не гуталин. Печкин обрадовался. Вот видите, не гуталин. Там мыло, говорит Шарик. Какое еще мыло? Кричит Печкин. Совсем вы мне голову заморочили. Зачем вам столько мыла прислали? Что у вас? Баня открывается. Если там мыло, говорит дядя Федор, значит, его моя тетя прислала. Зоя Васильевна. Она на мыльной фабрике. Испытателем работает. Мыло испытает. Ей еще в автобус садиться нельзя. Особенно в дождик. Это еще почему? Спрашивает Печкин. В дождик она вся мыльной пеной покрывается. Людей в автобусе много. Как они надавят, так она и выскальзывает каждый раз. А однажды она по лестнице ехала с шестого этажа до первого. Тут уж Шарик спросил. Почему? Потому что пол мыли. Лестница мокрая была. А она-то ведь скользкая, намыленная. Печкин послушал и говорит. Мыло там или не мыло, а я вам посылку не дам. Потому что у вас документов нет. И вообще напрасно вы мне голову морочите. Я вам не дурачок. И сам себя по голове постучал. А галчонок услышал стук и спрашивает. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес для вас посылку. То есть не принес, а уношу. А ты говорил-ка, помалкивай себе на шкафу. Кот ему говорит. Ладно вам сердиться. Идите лучше чай пить. У меня пироги на столе. Печкин сразу согласился. Я очень люблю пироги. И вообще мне у вас нравится. Они его к столу повели. Только Печкин хитрый. Он с посылкой не расстается. Даже сел на нее вместо стула. Такой был хитрый. Тогда дядя Федор стал конфеты на другой конец стола ставить, чтобы Печкин за ними потянулся. И с посылки привстал. Но Печкина не проведешь. Он с посылки не встает, а просит. Подайте мне те конфеты. Очень они замечательные. Того и гляди. Конфеты съест. Но тут всех хватайка выручил. Печкин две конфеты себе на грудной карман положил, чтобы домой взять. А Галчонок сел к нему на плечо и конфеты вытащил. Почтальон ему кричит. Отдавай. Это мои конфеты. И за Галчонком побежал. Хватайка на кухню. Печкин за ним. Тут Матроскин посылку и подменил. Прибежал Печкин с конфетами и снова на посылку сел. А посылка-то уже не та. Наконец они весь чай выпили и пироги съели. А Печкин все равно сидит. Он думает, что ему еще что-нибудь дадут. Шарик ему намекает. Не пора ли вам на почту идти? А то скоро она закроется. И пускай закрывается. У меня свой ключ есть. Матроскин тоже говорит. Мне кажется, у вас дома плитка не выключена. Очень может быть, что пожар будет. А у меня плитки нет, отвечает Печкин. Шарик тогда тихонько спрашивает у дяди Федора. Можно я его просто укушу? Чего он не уходит-то? А у Печкина слух хороший был. Он и услышал. Ах, вот как говорит. Я к вам со всей душой, а вы меня кусать собираетесь? Ой, ну и пожалуйста. Больше я посылку носить не буду. Я ее завтра же назад пошлю. А им только этого и надо было. И как только он ушел, они дверь заперли и стали посылку распечатывать. Глава двадцатая. Солнышко. Вверху посылки письмо лежало. Дорогой кот, мы все тебя помним. Жалко, что ты от нас потерялся. Ничего себе потерялся, говорит Матроскин. Меня завхоз прогнал. Мы за тебя рады, что ты так хорошо живешь. А природу на дрова рубить не надо. Твой хозяин прав. Посылаем тебе солнце маленькое, домашнее. Как с ним обращаться, ты знаешь. Видел у нас. Посылаем и регулятор. Делать жарче, холоднее. Если ты что-то забыл, напиши нам. Мы все тебе объясним. Всего хорошего. Институт физики солнца, ученый у окна в халате, без пуговиц, у которого теперь одинаковые носки. Курлянский. Теперь вы меня слушаете и не мешаете. Он достал из ящика бумагу, свернутую в трубку. Это была большая переводная картинка, на которой солнце было нарисовано. Только не красками, а тонкими медными проволочками. Картинку надо было на потолок перевести и в розетку включить. Они дружно стали шкаф отодвигать, чтобы удобнее с него солнце на потолок наклеить. А хватайке это не понравилось. Он стал на них разные вещи сбрасывать. Шипеть, кусаться. Но все-таки они шкаф отодвинули. Кот взял солнце, намочил его и перевел на потолок. А провода в электричество включил. Не просто так. А через черный ящик. На этом ящике ручка была. Кот ручку немного повернул. И тут чудо получилось. Солнце светиться начало. Сначала краешек, потом еще немного. В комнате сразу тепло и светло стало. И все обрадовались. И запрыгали. Иголщонок на шкафу тоже запрыгал. Только не от радости. А от того, что ему жарко стало. Они скорее шкаф на место придвинули. Дядя Федор и говорит. Вы как хотите, а я буду загорать. Он постелил одеяло на полу, лег на него. В трусиках и спину солнышку подставил. И кот на одеяло лег. Грец состал. И все в доме ожило. И цветы к солнцу потянулись. И бабочки откуда-то выбрались. И теленок Гаврюша стал скакать, как на лужайке. А на дворе сырость, холод, слякость. Скоро зима подойдет. И домик с улицы так и светится, как игрушечный. Даже какая-то синица в окно стучать начала. Но ее не пустили. Нечего баловать. Вот будут морозы сильные, тогда, пожалуйста, милости просим. С этих пор у них очень хорошая жизнь началась. Утром они солнышко включают и весь день греются. На дворе холод, а у них лето жаркое. А почтальон Печкин любопытный был. Он смотрит. По всей деревне люди печи топят. Дым из труб идет. А у дяди Федора дыма из трубы нет. Опять непорядок. Он решил узнать, в чем дело. Приходит он к дяде Федору. Здравствуйте. Я вам газету современный почтальон принес. А сам глазами в печку уставился. Видит, в печке дрова не горят. А в доме тепло. Он ничего не понимает. А солнца домашнего не видит. Потому что оно как раз над ним, на потолке было. Ему голову печет. Дядя Федор говорит. А мы газету современный почтальон не выписываем. Это взрослая газета. Ах, как жаль, сокрушается Печкин. Значит, я что-то перепутал. А сам глазами по сторонам вводит, нет ли где электроплитки, какой-нибудь, или камина. Солнце его греет. Стоит он, потом обливается, но не уходит. Хочет секрет выведать. Значит, вы современный почтальон не выписываете. Очень жалко. Это газета нужная. Там про все на свете пишут. А сказки там печатают или рассказы про зверей, спрашивает дядя Федор. А матроскин ручку у солнечного ящика повернул, сделал солнце еще теплее. Печкин даже шапку снял от жары. Только ему еще хуже стало. Солнце его в самую лысину печет. сказки про зверей, спрашивает нет. Там больше про то, как пишут, как надо почту разносить и как автоматы марки наклеивают. Тут у него от жары все путаться стало. Он говорит нет, наоборот, автоматы почту разносят и марки наклеивают, как звери. Какие звери марки наклеивают, спрашивает Шарик. Лошади что ли? Причем тут лошади, говорит почтальон. Я про лошадей ничего не говорил. Я говорил, что звери на автоматах работают и пишут сказки про то, как надо лошадям почту разносить. Он замолчал и стал мысли собирать. Дайте мне градусник. Что-то жар у меня. Хочу измерить сколько градусов. Кот ему градусник принес и стул подставил под солнцем. Печкин по градуснику постучал, чтобы температуру сбросить. А хватай-ка спрашивает, кто там? Это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка. Причем тут Мурзилка, спрашивает кот. Ах, да, это я вам современного почтальона принес, которого вы не выписываете, потому что у вас документов нет. Совсем он уже сварился, даже пар от него пошел, как от самовара. Вынимает он градусник и говорит, 36 из 6 у меня, кажется, все в порядке. Какое там в порядке, кричит кот, у вас же температура 42. Почему испугался Печкин? А потому что 36 у вас и еще 6. Сколько это вместе будет? Почтальон посчитал на бумажке, 42 вышло. Ой, мама, значит, я уже умер. Скорее в больницу побегу. Сколько раз я к вам приходил, столько в больницу попадал. Не любите вы почтальонов? А они почтальонов любили. Просто они Печкина не любили. Он с виду был добренький, а сам вредный был, любопытный. Но только с этим солнцем не все хорошо было. Из-за этого солнца у них самая большая неприятность началась. Заболел дядя Федор. Глава 21. Болезнь дяди Федора. Дядя Федор дома все время в трусах ходил, загорал. Он совсем коричневым сделался, будто с юга приехал. А если он на улицу выходил, ему одеваться надо было сначала майку, потом рубашку, потом штаны, потом свитер, потом шапку, шарф, пальто, варежки, валенки. Вот сколько всего. Это коту хорошо и шарику. У них шуба всегда при себе. Даже купаются они вместе с шубой. Однажды дяде Федору надо было на улицу выйти, синиц накормить. Он одеваться не стал, а так в трусиках и выскочил ненадолго. А на дворе мороз, снег выпал. Дядя Федор и простудился, пришел домой, его знобит, температура поднялась, он под одеяло, залез, не есть, не пить не хочет, плохо ему. Он говорит, матроскин, матроскин, кажется, я заболел. Кот забеспокоился, стал его чаем и вареньем поить. Пес в магазин побежал, мед купил, только дяде Федору все хуже. Лежит он под одеялом, перед ним игрушки и книжки, а он на них и не смотрит. Шарик ушел на кухню, сел в углу и заплакал. Хочет дяде Федору помочь, а не умеет. Уж лучше бы я заболел. И кот совсем растерялся, это я виноват, не уследил за дядей Федором. И зачем я только это солнце выписал? Гаврюша подошел к мальчику, руку лижет, вставай, вставай, мол, дядя Федор, чего лежишь-то? А дядя Федор не встает. Гаврюша глупенький был, еще маленький, он не понимал, что такое болезнь. А Шарик с котом хорошо понимали. Кот говорит, я за врачом побегу в город, надо дяде Федору спасать, лечить. Куда же ты побежишь, спрашивает Шарик. Буран на дворе, ты сам пропадешь. Пусть лучше я пропаду, чем смотреть, как дядя Федор мучает тогда давай я побегу, предлагает Шарик. Я лучше бегаю. Дядя Федор дело не в беготне, отвечает кот. Я одного врача хорошего знаю, детского, я его приведу. Он нагрел молока в бутылочке, завернул в тряпку и уже хотел идти. А тут в дверь постучали. Хутайка спрашивает, кто там? И за двери отвечают, свои. Кто свои? В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят, только чужие шастают. Не будем дверь открывать. Дядя Федор с кровати просит, откройте дверь, это мои папа и мама приехали. И правильно, это папа с мамой были, с ними Печкин пришел, видите, до чего они вашего ребенка довели, их надо немедленно в поликлинику слать, для опытов. Шарик рассверепил, и давай почтальонок кусать за валенки. Еле-еле Печкина за дверь выставили, он сам выскочил еле, а мама уже командует, немедленно грелку мне. Шарик с котом бросились, перевернули все, нет грелки. Кот говорит, давайте я буду грелкой, я очень теплый. Мама взяла Матроскина, завернула в полотенце и к дяде Федору в кровать положила. Кот дядю Федора обнял лапками и греет. Теперь давайте мне все ваши лекарства. Шарик коробку с лекарствами в зубах принес. И мама дала дяде Федору таблетку с горячим молоком. И дядя Федор заснул. Только это не все, говорит мама. Ему надо укол пенициллина сделать. Есть у вас пенициллин? Нет, отвечает кот. А аптека в деревне есть? Нет аптеки. А в город я поеду за пенициллином, тогда сказала мама. За пенициллином, говорит папа. Как же ты поедешь, спрашивает мама. Автобусы уже не ходят. Значит скорую помощь из города вызовем. Не может быть так, чтобы ребенок болел, а помощь нельзя оказать. Мама в окно поглядела и головой покачала. Не видишь, что на улице делается? Никакая скорая помощь не проедет. Придется ее трактором вытаскивать. Бедный мой дядя Федор. Матроскин как подпрыгнет, как закричит. Какие мы все дураки. А трактор Митина что? У нас же трактор есть. Папа обрадовался. Как вы здорово живете. У вас даже трактор есть. Давайте скорее его заводить, бензин наливать. Шарик говорит, у нас трактор особенный, продуктовый, на супе работает, на сосисках. Папа не стал удивляться. Некогда было. У нас целая сумка продуктов есть. И апельсины, и шоколад годится. Нет, говорит кот, не годится. Нечего Митю баловать. У нас картошки варены, целый котелок. И пошел папа с шариком Митю заводить. Митя очень обрадовался. Песню какую-то запел тракторную и поехали они в город на полной картофельной скорости. А Матроскин с папой, с мамой дядю Федора выхаживали. Мама скажет, дайте полотенце мокрое, Матроскин принесет. Мама скажет, а теперь градусник, кот ей пожалуйста. Мама даже не думала, что коты такие умные бывают. Она думала, что они только мясо умеют воровать из кастрюль. И на крышах кричать, а тут на тебе, не кот, а медсестра. Матроскин еще чаю скипятил и накормил маму пирогами. Очень он маме понравился и все делать умеет и беседовать с ним можно. Мама говорит, это я во всем виновата, зря я вас прогнала, жили бы вы у нас и дядя Федор никуда бы не ушел и в доме был бы порядок и папа у вас поучиться бы мог. Кот стесняется, подумаешь пироги, я еще вышивать умею и на машинке шить. Так они до полуночи дядя Федора лечили и разговаривали. И вот уже трактор Митя вернулся с папой с лекарствами. Глава двадцать вторая домой. На другой день утро было прекрасное, на улице солнце светило и снег почти стаял, выглянула теплая поздняя осень. Кот проснулся первым и приготовил чай. Потом корову подавил и дал дяде Федору молока. Папа говорит, давайте дяде Федору градусник поставим. Может он у нас вылечился, поставили дяде Федору градусник. А Шарик говорит, а у меня нос градусник. Если он холодный, значит я здоров. А если он горячий, значит заболел. Очень хороший градусник, говорит папа. Только как его стряхивать и как другим ставить. Если я, например, заболею, мне что, твой нос под мышку совать? Не знаю. Вот то-то, говорит папа. А тут хватайка слетел со шкафа и к дяде Федору на кровать. Дядя Федор он увидел, что у него что-то блестит под мышкой. Все на папу смотрели, а он градусник украл. Ловите его, кричит папа. Температура улетела. Пока хватайку ловили, такой шум стоял, что даже Мурка пришла из сарая в окошко смотреть. Сунулась она в комнату и говорит, тьфу ты, и совсем не смешно. Все так и сели, надо же, Мурка разговаривает. Ты что, говорить умеешь? Спрашивает кот. Ага. А чего ж ты раньше молчала? А то и молчала. О чем с вами разговаривать-то? Ой, салатик растет. Это не салатик, кричит кот, это столетник. И Мурку в окошко вытолкал. Поймали, они температуру и увидели, что она была нормальная. Дядя Федор почти выздоровел. Мама говорит, ты, сынок, как хочешь, но мы тебя в город заберем, за тобой уход нужен. А если ты кота хочешь взять, или шарика, или еще кого, бери, мы возражать не будем, добавляет папа. дядя места места в жизни не нашел, фотоохотой занялся, а тут уезжать надо. Ты, дядя Федор, лучше поправляйся и сам приезжай. Папа говорит, мы все будем к вам приезжать в гости. Правильно, матрос, приезжайте к нам по воскресеньям на лыжах кататься, а летом в отпуск. А если дядя Федор в школу пойдет, пусть он у нас каникулы проводит, летние и зимние. Так они и договорились. Мама дядю Федора укутала во все теплое и велела папе трактор накормить как следует. Потом она спросила у матроскина, что вам прислать из города? У нас тут все есть, только книжек маловато, и еще я хочу без козырку иметь с ленточками, как у моряков. Хорошо, говорит мама, я обязательно пришлю, и еще я вам тельняшку достану, а тебе, Шарик, ничего не надо? Мне бы радио маленькое, я буду в будке передачи слушать, и еще киноаппарат, я буду кино про зверей снимать. Хорошо, говорит папа, этим я сам займусь лично. И они стали на трактор грузиться, мама, папа, дядя Федор и Шарик. Шарик должен был Митю обратно пригнать. И они поехали. Вдруг Матроскин из калитки выскакивает. Стойте, стойте. Они остановились. И он им хватайку подает. Вот, держите, вам с ним веселее будет. Папа из кабины спрашивает, это кто там? Хватайка отвечает, это я, почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка. И все про Печкина вспомнили. Мама говорит, ох, как неудобно, мы совсем про него забыли. И правильно, говорит Шарик. Он такой вредный, вредный он или не вредный, не важно, а важно, что мы ему велосипед обещали. Есть у вас здесь велосипед, спрашивает папа. Нет, говорит Шарик. А вот как сделайте, предлагает Матроскин. Купите ему лотерейных билетов на 100 рублей. Пусть он что хочет, то и выигрывает. Хоть мотоцикл, хоть машину, он же сам эти билеты продает. Ему двойная выгода получится от продажи билетов и от выигрыша. Так они и сделали. Купили у Печкина билетов и самому Печкину на почту отнесли. Почтальон даже растрогался. Спасибо вам. Я почему нехороший был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну. Я какую-нибудь зверюшку заведу, чтобы жить веселей было. Ты домой приходишь, а она тебе радуется. Приезжайте в наше Простоквашино. Наконец они домой приехали. Дядю Федора сразу спать уложили с дороги. Потом побежали тельняшку книжки, кинотеатр, киноаппарат покупать. Потом все обедали, особенно трактор. И мама все уговаривала Шарика остаться ночевать. Но он не согласился. Мне здесь хорошо будет с вами, а матроскин там один с хозяйством, с теленком. Я ехать должен. Тут мама говорит, как же он один поедет на тракторе? Его же любой милиционер остановит. Так не бывает с собакой за рулем. Папа соглашается. Верно, верно. Боюсь, вся милиция по дороге начнет за голову хвататься. И шоферы встречные тоже. Сколько же катастроф получится? Шарик говорит, давайте мы вот как сделаем, чтобы милицию не волновать. Есть у вас очки и шляпы, и перчатки ненужные. Папа все принес. Шарик нарядился, тельняшку надел и спрашивает, ну как? Папа говорит, отлично, отставной учебный адмирал на своем тракторе едет за город навестить родную бабушку. Мама говорит, что адмирал? Это понятно, раз он тельняшки. Что ученый? Тоже ясно, потому что в очках. А при чем здесь бабушка? А при том, грибов сейчас за городом нет, ягод тоже. Одни бабушки и остались. Мама сказала, всю жизнь ты одни глупости говоришь и дурацкие советы даешь. Это меня не удивляет. А вот почему твои глупости всегда правильными бывают, этого я понять не могу. А потому, говорит папа, что самый лучший совет всегда неожиданный. А неожиданность всегда глупостью кажется. Шарик говорит, это все интересно, о чем вы говорите. Правда. Я ничего не понимаю, мне ехать пора, только давайте не будем целоваться. Я нежности не люблю. И папа согласился, он тоже не любил нежности. И мама согласилась, она любила нежности, но она к Шарику не привыкла, и Шарик уехал. А дядя Федор спал, и снилось ему только хорошее. Часть вторая. Хорошее. Продолжение следует... Продолжение следует...